ну что я в эфире напишите как меня видно и слышно чтобы я знал что все хорошо нас здесь уже 500 человек меня ждет прекрасно да вышел ежик из туманова на ножик из кармана давайте перь москва что нас омск минск минск у нас с украины с этим с белорусским акцентом минск подмосковья германия ухты тула дюсерторф давайте напишите откуда вы и сегодня у нас будет класснейшая лекция просто потрясающая которая называется пока вот вы пишете ставите лайки и все такое сердечки не вызываете да она называется просвет натуральный и красивый мы сегодня с вами поговорим о натуральном и красивом свете это совсем не то же самое что вообще любой свет но мы в целом я просто хочу рассказать про свет я уже несколько раз рассказывал такое как бы в разных немножко форматах вот сегодня у меня будет такой интересный формат я расскажу достаточно метафизично про него вот и постараюсь обратить ваше внимание на разные интересные тонкости ну что начнем стартуем давайте напишите что мы стартуем и понесется а теперь у нас одновременно как скачет цифра количество людей так интересно глючит немножко youtube вот да go поехали ну что смотрите мои дорогие просвет натуральный красивый такой сейчас тренд да погнали погнали стартуем смотрите как понеслось круто вообще класс вот дорогие мои смотрите значит вопрос разговор о свете абсолютно точно лежит не в каких-то схемах то есть очень часто вот так и говорят прямо какая тут схема света изучают схемы света еще какие-то истории то есть вот относится к свету как некой ну что есть некое правило некая какая-то схема да вот нужно определенным образом там лампочки расставить и будет красивый кадр так конечно не работает то есть если внимательно посмотреть вот существует огромное количество обучающих материалов интернете построенных на кого-то именно вот эти самые схемы вот даже стали делать на 3d графики это 3d графика видимо я не знаю но с то есть слева это похоже на 3d графику точно а справа непонятно может живая вот и в чем проблема всех этих картинок ну например на этой картинке лампочка которая большая основной такой источник огромный света он светит на девушку и явно у нее одна щека ярче чем вторая вот вторую и волосы закрыли кстати тоже такая ошибочка и просто вот у него половина лица у него под глазом там очень яркое пятно такое остальное лицо потерялась вот и это кстати неправильно поставленная лампочка но если вы если вы найдете да какой-нибудь вот курсы в интернете на эту тему с этими схемы там постоянно вот это все будет вот еще одна история да вам показывают схему света сверху и а высота мои остальные вопросы то есть на какой высоте вот допустим здесь должна быть лампочка какой здесь а может каким-то углом она должна быть поверта опять же мы видим тоже вот такая же характерная история пол лица плюха пол лица в темную ходит слишком даже в темную то есть лицо не симметрично нельзя назвать это не знаю чисто вот эстетически нельзя назвать это красивым да кто-то написал вот некрасивый вот вот это тоже история здесь понятно здесь все залили вот два зонтика спереди кстати там если заглянуть ей в этой девушке в глаза вы увидите еще что там есть какой-то источник света снизу сбоку чуть то ли отражатель положили на пол то ли еще один зонтик да а на схеме света его вообще нет вот но это тоже так все выглядит да то есть это три источника по бликам в глазах но но как называется нехорошо это ну вот это вся жуть конечно жуткая даже не знаю ну где господи ну это же просто некрасиво да ну очень большая черная тень разные плей на лица не очень приятная высота свету не такие мешочки под глазами видны вот эта вся фигня да вот вот это тоже и вот весь интернет забит такими схемами света и когда ты на все это смотришь что такое говоришь блин но не знаю но что-то как-то это не круто в общем или вот тоже потрясающе смотрите давайте просто софтбокс под углом 45 да но мы им так сильно бахнем что от лица останется только блин блин от лица остался белый блин вот просто экспозицию правильно не поставили а в схеме света никто не говорит об экспозиции вот вообще там бывают такие страшные темы даже на западе тоже есть вся же самая тема смотрите вот написано двадцать четыре самых необходимых сетапа для студии но это вот кто-то сделал постарался но когда ты смотришь вблизи ты понимаешь что ну а одну одну одна картинка здесь мне норм вот реально одна может быть две все остальное это просто даже вот не знаю где какие бревна в глазах у человека который это делал вот да треугольник это не тренд это старая привычка про рембрандта про этот треугольник в смысле тоже враньё то еще абсолютно не всегда он хорош но такое себе да все эти светы вот поэтому первое с чем мы сегодня начнем мы будем говорить с вами по-другому и схема света без понимания природы и восприятия то есть нужно понимать природу света как он устроен как он ложится что в итоге дает что и нужно понимать восприятие как человек его считывает на него смотрят и что вот нам мы считаем удачным что неудачно например вот это вот асимметрия света на половинках лица почему она так всегда бесит казалось бы да ну подумаешь что чуть чуть ярче вот это щека это темней но это глубокий очень вопрос связанный с размножением с биологией с восприятием то есть это асимметрия света приводит к асимметрии черт но по крайней мере восприятие а человек сильно асимметричным лицом значит ничего-то с генами не очень хорошо если у него даже две половинки одинаковые не не сделались когда он рос вот и вот такие глубокие вещи их нужно понимать то есть я предпочитаю конечно и работает со светом рассказывать его не на уровне каких-то схем там она уровне именно понимания природы физической природы того как он распространяется ходит ложится и восприятие это самое главное потому что все смотрится через призму сприятия человека то есть красота она в глазах смотрящим вот понятие красиво и некрасиво это глазах смотрящего до одна и та же схема света можно снять пора и будет очень разный вердикт здесь неудачно в основном фотографии но есть удачность такой же абсолютно схемой такой же расстановкой лампочек да и поэтому мы не будем сегодня вот давить на схемы мы поговорим совсем о других нюансах мы поговорим в принципе о том как бы вам так научиться постепенно именно хорошо этот свет видеть чувствовать и передавать им настроение и в первую очередь сегодня мы поговорим как ни странно о доступном свете хотя в принципе к искусственному все то же самое относится потому что свет-то один как то есть неважно так нам 0 от софтбокса до правила одинаково восприятие одинаково но мы поговорим первую очередь о доступном свете потому что это удобнее потому что ну когда вы работаете с искусственным светом у вас не очень грубо это очень грубая работа у вас очень маленькие источники не очень жесткий их мало и они доминируют вот даже вот на этой девушке смотрите у него на руке такой блик принципе сам по себе этот блик сзади вот на волосах на щеке и на руке он неплохая идея он создает ей контур но он банально груб то есть он здесь слишком яркий слишком жесткий вот и вот эта история мне кто-то говорит а как как бы вам так научиться сходить на курс про главный конечно сходить на курс точно научитесь но и сегодня мы поговорим много что и посмотрим то есть в принципе вы даже узнаете сегодня кучу вещей вот и вот эта грубость например да которую не измерить схемами света и не описать словами это именно на ощущение она здесь плоха вот и соответственно суть заключается очень часто в том чтобы даже не тайная у тебя схема а скорее ну это как вот готовка да есть рецепт и по рецепту можно приготовить хорошо а может может плохо и очень важно вот соль по вкусу там сахар как отмерить а продукты свежие или нет разные вещи вот смотрите вот например эта картинка она основывается целиком на двух моментах на двух даже на трех я бы сказал да она сделана но это такой закос под старые фотографии и она сделана с достаточно низкой экспозиции то есть посмотрите с белой только белки глаз достаточно темная то есть кожа даже чуть-чуть темнее среднего но при этом при такой достаточно низком ключе да как правило как правило проваливается одежда например черная то есть становится слишком контраста здесь же нет какой-то абсолютно волшебный контраст именно именно этот вот контраст он позволяет сохранить передать и одежду и лица с эмоцией волос и все это при сохранении темного ключа и даже задник обратите внимание да не провален и не исчез и какие я просто немножко вот раскрою секреты да как здесь конечно вот получить студии такое передачу эмоций очень сложно то есть приглядитесь к эмоции малейшие нюансы девушки девочки-близняшки и отличие очень важное отличие то есть сама фишка вот этого двойного портрета в том что они близняшки но они разные то есть но биологически они очень схожи но у них разный характер сейчас в этот момент у них разное состояние и разные ощущения и именно нужно дать зрителю это сравнить то есть посмотреть на ощущение да сравнить причем здесь сверхзадача и поэтому такой супер объемный свет это огромного пасмурного неба да но если бы не было да это пасмурное небо более того это смотрите давайте угадывать что здесь есть да во первых это вечер то есть это определенное время выбрано когда несмотря на то что свет уже такой объемный в умал он никогда не такой контрастный как днем то есть много рассеянного уже света ambience нет уже основного такого яркого источника небо становится более мягким перепады меньше вот и получается супер мягкое освещение супер объемный дальше экспозиция специально то есть это прямо при съемке так снято я вы знаете я не фанат делать фотографии светлее или темнее вообще это не делаю никогда здесь опущены экспозиции именно при съемке то есть снято чуть потемнее чем надо бы на чем автоматика бы в среднем выбрал но учитывая что это вечер здесь мягкое освещение да при этом одежда не ушла не провалилась вот это обязательно проверить и еще один интересный момент то что за ними сзади большая темная стена с боков тоже там есть немножко ну там то идет вообще такая стена и вот эта стена закрывает свет и получается что с переднего до спереди на них он летит чем если посмотрим он летит не совсем симметрично там слева из деревьев и он как бы больше справа прилетает то есть он не совсем спереди он спереди сбоку идет да и и как он с не фанат коррекции экспозиции как раз фанат коррекции экспозиции при съемке то есть правильной экспозиции но я не фанат потом снимать потом равы править то есть вот я не снимаю в равы да я не фанат постпродакшена я не обрабатываю снимаю вот эта картинка она просто переведена в чб то есть потому что и только потому что моя камера не умеет, камера, которая снимала этот кадр, не умеет сразу сделать ЧБ. И там, где камера умеет сразу ЧБ, все, нет проблем, да. Здесь я просто перевел в ЧБ. Но суть заключается в том, что вот этот вот суперобъем нюансный, конечно, очень тяжело такого добиться в студии с лампочками, потому что нужно будет городить огромные действительно источники света. В студии всегда будет жестче, как-то грубее, не так нюансно. И эмоции будут передаваться тоже жестче, не так нюансно. Мы только что с вами посмотрели прекрасные примерчики вот этого всего, да. Это гораздо жестче, это что-то такое, ну, пластмассовое такое, ненастоящая фигня, да. А вот это вот теплое и ламповое. Здесь гораздо круче работать со светом. Поэтому в каком-то смысле, ну, вспышка в потолок, она опять же, да, ты говоришь про вспышку в потолок, обычно на практике вспышка в потолок дает гораздо больший контраст, потому что потом отражения от пола будет недостаточно. Все равно не будет так. Мы видели огромное количество кадров со вспышкой в потолок, и они будут тоже не такие. Вот мы сейчас даже посмотрим на это. К тому же потолки очень часто неудобные, там вопрос угла. Ну, вот типичная вспышка в потолок, соответственно, нельзя сказать, что это как-то ну, похоже хотя бы отдаленно на то, что я там показал. Вот. Ну, ладно, мы не будем сейчас углубляться, но есть огромная разница. Да, наполнила Линберга, и Линберг большой мастер работать как раз с уходящим светом, с с контрастом, он строит специально черные, использует панели такие, листкани, шатры как раз. Я, у меня не было с собой шатров, поэтому я просто использовал стенку, которая была. Вот. Давайте посмотрим дальше. Ну, еще раз говорю, вы не понимаете разницы, все-таки есть тонкая разница, вспышка это конгерентный источник, он делает сразу много одинаковых фотонов, они все одинаково летят, а вечернее, вечером на улице свет более разный, он много раз переотразился от разных предметов и поменял свою фактуру, и он гораздо более другой, то есть сравнивать здесь смысла нет, да, можно приблизиться, да, не в потолок, а назад, если еще есть стена, определенное расстояние от этой стены, короче, вы задолбаетесь, ну, проще на улицу выйти, честное слово. Это будет нелегко. Ну, я вообще в целом, да, я всегда любил постоянный свет, доступный. Искусственный свет, это скорее, не то, что я разочаровался, просто искусственный свет, это скорее либо помощник, подсветить, добавить, в моем понимании так уже очень давно, я очень давно так снимаю, да, либо он заменитель доступного света, потому что, ну, неудобно. Ну, скажем, нужно сделать 10 съемок в день, а в 6 уже темнит, или там еще что-то такое, или помещение какое-то, и так далее. Вот. Девочкам не поднимали лица, это нормальная высота лиц, снимали их, ну, не совсем с верхней точки, просто у них небольшой рост. То есть, в принципе, снимали их достаточно параллельно, грубо говоря, фотоаппарат находился на фоне лица. Это просто офигенный свет, офигенная локация. Давайте еще покажу примеры, мы сейчас это обсудим, поговорим об этом. То есть, здесь нет каких-то хитростей в плане ракурса. Вот. Да, Боженко лучший гаффер. Вот. Я тоже так считаю. Надо, я вообще считаю, что сперва нужно доступным светом нормально разобраться, потому что, когда человек приходит в студию, да, лампочка, конечно, хорошо повертеть, понять, как объем ложится, но это не всегда. Есть, да, есть, например, в сумме емкие предметки используют мятую бумагу, чтобы как раз создать вот эту вот мятая бумага, вокруг раскладывается предмет, и она отражает по-разному, да, как бы в разные стороны. Вот. Окей. Ну, давайте пойдем дальше посмотрим. Смотрите, вот в том же месте, абсолютно в том же месте и в то же время сделан снимок, но он несет другую эмоцию. Самое главное, что я хочу вам показать и доказать, что работа со светом — это некое выразительное средство, которое, например, в портрете очень сильно влияет на восприятие эмоций. Вот. Посмотрите на эту эмоцию и посмотрите на эту эмоцию. То есть какое ощущение от взгляда, от эмоций у вас есть? Просто вдумайтесь в это, посмотрите спокойно. Вот. Здесь вопрос не только в отражении от реки, но да, кстати, река, она является софтбоксом, который вокруг, то есть это на пирсе. Вот. Но здесь еще вопрос в том, что здесь, конечно, нет такой экранировки, как там, то есть там за ними стена, по бокам, они более узко, там дерево спереди, сбоку, да, они более экранированы, они, то есть небо на них стоит не целиком, а какими-то кусками. Здесь более открыто перед небом находится девочка, все равно есть экранировка слева, если внимательно посмотреть, слева чуть-чуть темнее, там щечкой, чем справа, то есть легкая симметрия есть, и почти всегда я использую симметрию света, я не очень люблю прям вот строго симметричный свет прямо вперед, ну хотя в нем иногда тоже есть кайф, да, но здесь вот такое более светлое ощущение, тут тоже есть определенная грусть, в частности, и все-таки тональность здесь могла быть поярче, но здесь такая темная, здесь и само, само эмоция, само образ такой, построение кадра тоже такое, но вот прислушайтесь просто к своим ощущениям, да, здесь одно ощущение, а здесь другое, но здесь, кстати, есть энергия ожидания чего-то, я согласен. Вообще, это тонкий такой вопрос, мастерство света, вот смотрите, еще один кадр, да, здесь какая, какую мысль я вам хочу показать, что используется здесь свет, который есть в помещении, там наверху есть некие лампы, и вот я выбрал место, угол, где мне нравится, как приходят лампы, и их там положил, поставил и снял, но, смотрите, есть очевидно разное восприятие лиц, левое лицо более драматично такое, вот здесь в роли мальчика, да, как бы, и такой щелкунчик, почему? Потому что лицо направлено ниже, и свет приходит достаточно высоко, создавая такие глубокие глаза и достаточно глубокую линию рта, да, вот. Вот, а на втором, на втором кадре, в смысле, на втором человеке, да, на девочке, на ней, у нее лицо более поднято наверх, развернуто в сторону свет, ну, оно так тоже боком, но оно более поднято и развернуто, и посмотрите, какая, то есть, в действительности, разница угла их лиц не такая уж большая, ну, буквально вот такое против такого, плюс один шажок в сторону, ну, плюс чуть-чуть повернуть лицо, но насколько изменилось наше восприятие, да, и вот я именно хочу вам показать, что то, как ложится лиц, ну, свет на лица, это вообще абсолютно фантастическое выразительное средство, то есть можно очень разное ощущение, настроение, все что угодно создать, да, надо только научиться с этим работать, высота света, здесь конкретно высота и угол света меняют все практически, одна лампа, на двоих человек, да, вот, вот тоже здесь такой схожий тоже подход, то есть на героиню в желтом попадает свет одним образом, на героиню в мужской одежде, да, в костюме щелкончика свет попадает под другим углом, в частности, лицо повернуто и так далее. Разумеется, это постановка и, разумеется, я очень четко выбирал, кто видел бэкстейдж этой съемки, я очень четко выбирал именно, вот, ну, кто видел бэкстейдж, вы увидите, обратите внимание, что вот здесь я давал ей команды как раз по поводу, как ей прислониться, лицо повернуть, вот здесь вот я выбирал, двигал прямо модель, ставил ее определенную точку, потому что чуть-чуть в сторону ее выведешь и абсолютно будет другое лицо, да, здесь именно вот эта разница и она очень хорошо передается светом. То есть работа с доступным светом это все равно работа. И если работая со светом искусственным вы, как правило, двигаете лампочки, да, то работая со светом доступным вы, как правило, не можете двигать лампы. Ну вот на потолке есть лампа, но я не могу ничего с ней сделать. Но можно двигать героя, да, его можно подвинуть, поднять, опустить, повернуть чуть-чуть. Единственное, что все это, конечно, даже сложнее в каком-то смысле, потому что оно завязано еще и на сюжет, на эмоцию, ну, не может человек всегда вот так ходить, да, в любой ситуации. Вот, но диппозон достаточно большой, там можно очень хорошо, да, хорошо сделать. Вот, смотрите дальше, да. Вот эта история. Здесь мы уже касаемся такой даже тонкой мистики, как засветки, какие-то паразитные лучи света, дымка и прочие истории. Это тоже очень может создавать настроение, да. То есть в одном и том же месте одна и та же героиня, но слева без засветок, справа вот с какими-то засветками и бличками. То есть свет может еще и непосредственно являться каким-то героем, быть частью композиции или частью, когда мы его прямо видим, так или иначе мы его видим, да, через блики, через, бывает в кадре солнце тоже какое-то, бывает сзади какое-то идет. Я вам покажу много параметров. То есть интересно, что даже в плане создания настроения свет это прям мощнейший инструмент даже вот напрямую. Рембрандт для стариков с бородой норм. Ну да, но там Рембрандт – это другая история. Вот, посмотрите, вот здесь даже показал, здесь совсем такая метафизика. Это интересно. Да, есть тоже бэкстейдж этой съемки. Специально сейчас, я сегодня буду много показывать, прям с новых съемок, с последних, так, чтобы было не скучно. Да, вот, и здесь тоже есть метафизика, и благодаря вот этому освещению интересному, игрой, игре с ним. Кстати, посмотрите на правой картинке, там тоже есть моделирование, есть свет сзади. Вот, видите, сзади волосы подсвечены, и на шее даже вот тут такой вот классический киношный блячок, потому что там сзади вот свет, собственно, он идет сзади, да, а спереди мы имеем дело с отражениями, которые приходят на ее лицо. Это, кстати, очень хорошая мысль, не надо всегда ставить человека под свет, очень часто можно ставить человека против света, но нужно, да, контровой, нужно подумать о том, что попадет при этом на его лицо, и как там это будет выглядеть. Вот, смотрите, вот тоже здесь такой дух, у нас, кстати, 900 человек, все ставим лайки, вот, тоже здесь такой дух, на левой картинке легкая засветка, легкая совершенно, но она создает какую-то прям атмосферу, ожидание, ощущение от женщины. Просто посмотрите внимательно, вот, как вам, нравится или нет. На правой она отвлеклась, и тоже такой вот эта некая мутность, некий лучик света тоже дает такую небольшую историю. Вот. Если вот поближе посмотреть, вы увидите, что здесь есть такое падение контраста, да, слева поконтрастнее, справа чуть помягче. Окей. Вот, еще покажу тоже, опять же, когда мы работаем со светом, очень часто мы думаем о какой-то, ну, вот, нам важно именно, как свет падает на модель. Да? Вот. Мне очень нравится человек, который послушал первые пять минут и сделал уже вывод, хотя я уже сказал некоторую вещь, что он сказал, пока ничего нового с прошлого стрима про свет. Окей, я думаю, тебе не нужно дальше смотреть. Просто не надо дальше смотреть эту трансляцию. Если кому-то не нравится, напишите, что вам не нравится и покиньте, и дальше мы будем заниматься делом, чтобы нам не мешали. Вот, хорошо. Значит, свет может играть не обязательно на самом герое. Интересно, что об этом люди забывают и не думают, но он может играть непосредственно либо на элементах ландшафта каких-то вещах. Да? Вот, например, как здесь, блик света на воде, и он пробивается сквозь листья, и герой сам освещен здесь вполне дежурно, это все понятно. Но здесь главным именно элементом съемки выступает именно это освещение. Да, кадры тут специально так сложены, это называется визуальная поэзия. Если вы хотите посмотреть, можете посмотреть у меня в... Можете посмотреть у меня в... опять же, есть, как это называется, такой ролик, который на стриме называется «Визуальная поэзия», да, стрим в аккаунте Ютуба. Там посмотрите, как раз, про сочетание, как собирать между собой, в частности, картинки, и вот это обсуждалось. Вот. И здесь, да, не резкий вариант, а резкий сфокусирован. Здесь главный герой – свет, это очень интересно. Вот тоже, смотрите, здесь экспозиция, наоборот, тяготеет к пересвету и к такому вылету. И вот это освещение, которое идет сзади, оно вылетает. То есть технически это брак. Но художественно именно это и создает настроение. Это такой очень яркий свет. Но опять же, тонкость игры всегда, когда мы работаем с каким-то светом сзади, с контровым, мы можем позволить себе там очень разные вещи. Но вопрос всегда, что спереди будет на лице героя. Здесь на лице героя достаточно мягкое и достаточно объемное освещение, что как раз и прикольно. То есть лицо не провалилось полностью в чворное или еще что-то не вышло. Вот. Это очень важный момент. Вот. Окей, смотрите. Вот тоже игра со светом справа. Ну, слева чайка. Кстати, интересный вопрос. Есть такое вот определенное время. Это время вечером, это такая тонкость. Как раз пасмурный день вечером, когда свет уже практически ушел, уже свалился куда-то туда, вот почти солнце ушло. Есть такое время, когда объект начинает подсвечиваться очень здорово. То есть тут такое ощущение, что на эту чайку фонариком посветили. Она выделяется по сравнению с фоном. И ты начинаешь смотреть, и ты думаешь, ну, первая мысль, что либо ее подсветили, либо человек обработал, то есть выделил эту чайку, вытянул ее в лайтруме, опустил звание. Это абсолютно необработанные кадры из камеры, вообще не тронутые. Здесь камера умеет ЧБ, поэтому здесь все так. Вот. Кому нравятся фотки, ставьте лайки. Вот. Но это определенное время, именно очень удачное время, удачная ориентация птицы, и вот ее так выделило. А девушку наоборот выделяется. Здесь есть противовес. То есть птица выделяется тем, что она светлая на темном фоне, а девушка выделяется тем, что она темная на фоне именно света, который на заднике. Это контравик тоже такой, вот она прям рукой касается этого света, и это нравится. Спасибо большое. А то приходят всякие ворчать, про брак, про... Ну, про брак сегодня вроде никого нету, такие неумные люди, они на других каналах сидят обычно. Вот. А вот типа нового не сказал. Слушай, повторение мать учения. Вот, давайте я скажу честно, когда у тебя будут такие картинки, вот, ты будешь выходить и в любом месте снимать такие картинки стабильно, каждый раз классные, вот тогда будем считать, что достаточное количество раз ты повторил эту тему в рассвет. Потому что это, кстати, очень интересный вопрос, да, вот я 25 лет тыркаюсь и экспериментирую с этим светом, 25 лет с ним вожусь с разными камерами, с искусственным, доступным в помещении, на улице, и все еще не прекращают меняться мои взгляды, и не прекращают только я снимаю. Вот. И я могу немножко вашего времени сэкономить, рассказав и показав вам какие-то вещи. Большое спасибо за сердечки, мне всегда очень-очень приятно. Вот. Давайте продолжать. У нас сегодня огромная презентация на 231 слайд, а я показал пока только 27. Вот. Смотрите, да, тоже вопрос с выделением, то, о чем я говорил, что вот с этой стороны, особенно на фоне темы, потому что герои будут выделяться, они будут светлые. Смотрите, кстати, клевый объем платья, как передается. И этот объем передает движение. Окей. Ну и вот тоже еще один пример с экранировкой. Это вообще гипер, то есть это просто гиперобъем, гиперкачество. Да, здесь ничего не провалено в абсолютный ноль, из-за того, что не должно. Абсолютно прекрасное освещение объемное, симметричное на лице. Сравните это с теми, с теми жуткими примерами студийных схем света, которые вы видели. И все это супер мягко, супер четко и сразу из фотоаппарата без малейшей обработки какой-то либо. Вот просто, просто оно такое. Все. Это сразу исходничек, из фотичка. Вот видно сразу, что у моей камеры очень много мегапикселей. И видно, что реснички резкие, а пальчики уже нет. Не очень большая глубина резкости здесь. Вот, но это мягенько, достаточно приятно выглядит. Не забывайте, насколько мы приблизились. Да, 60-мегапиксельный кадр. Здесь даже вообще чуть-чуть размыто, видите, она движение немножко. Здесь размытие уже связано не с мисфокусом, а с движением модели на длинной выдержке. Потому что выдержка не такая уж, к сожалению, короткая в это время. Да. Окей. Ну, давайте еще полюбуемся, посмотрим дальше этот объем. И вот тоже очень нелегко, это то, о чем я сейчас говорю. То есть моя сегодняшняя тема, да я использую разный свет. Я снимаю и в студии, и на улице. И с доступным светом, и с искусственным. И еще с искусственным доступным. То есть бывает такая категория, вот как девочки эти на корабле, да, свет-то искусственный, но не я его ставил. То есть он там просто был, да, и вот я им воспользовался. Была там лампочка в потолке. Вот. Ну, здесь вот это вот, эти кадры вытянутые, это лейка. Здесь 50 миллиметров и 35 самилюксы. Соответственно, два объектива у меня. Здесь, очевидно, 50, видно даже эту компрессию. Вот. Здесь, очевидно, 35, видно более широкую подачу. Вот. Да, посмотрите еще вот поближе. Здесь девушка отвернута на левой картинке, да. Посмотрите, какое разное восприятие тоже эмоций возникает. То есть если она, все-таки у света есть направление, здесь он больше идет справа. Если она повернута под свет, то это выглядит вот так. Если она отвернута от света, то это выглядит уже немножко по-другому. Возникает другая драматургия. Потому что когда человек освещен неравномерно, это драматургия. Да. Вот. И вот посмотрим, да. Близи вам покажу даже, чтобы посмотрели вблизи, как это красиво выглядит. Оценили. Вот это вот. Я очень гонюсь. Мне нравится такой стиль съемки, когда в ЧБ кожа. Есть стиль классический, когда кожа белая, тени темные. Такое контрастное ЧБ, да. Вот. Да. Вот. Мне нравится. Мне пишет Media Quantum. Он пишет, никаких перепадов в сцене. Такого не просто добиться. Я учился, помню, как это было трудно. Мы сегодня об этом поговорим. Это действительно супер мягкий свет, без чрезмерного контраста именно освещения сцены. И это очень интересно. Да. Камера неважно, причем какая. То есть у меня просто спрашивают, чем снимал. Я объясняю. Ну, любую камеру вы снимите. Вопрос освещения и в настройке этой камеры. Есть характер оптики, есть какие-то нюансы, которые можно увидеть, если приблизиться и посмотреть вблизи. Но это не так важно. Это уже вопрос такой десятый. Оцените. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о том, как сейчас выглядит кожа модели. Вот эта вот серебренность. Кстати, это такой суперский натуральный фотошоп. То есть при таком освещении, при мягкой оптике на открытой диафрагме, при такой экспозиции что-то там ретушировать практически не придется. Вот. Я ее не подсвечивал. Именно. Ее подсвечивает только небо. Весь нюанс заключается в том, что она стоит спиной. Сзади огромная темная стена во все стороны. Сверху есть такие чуть обрамляющие деревья, то есть экранируют. Перед ней есть небо. Но это небо не все светит на нее. Оно светит больше с одной стороны, а с другой стоят там деревья вдали, которые закрывают. Получается, что это аналог огромного, гигантского, многокилометрового софтбокса, который сверху, сбоку, как мы в студии делаем очень часто, подсвечивает ее лицо. То есть совершенно только использование локации. Использование точки на локации, которые я посчитал, я понял, что там будет круто, потому что я вижу все, что вокруг. Туда поставил и снял. Да. И это естественно, это красиво. И это абсолютно, Лера, просто прекрасно и неповторимо. Но это очень хороший свет, в нем люди будут все выглядеть гораздо красивее, чем... Как экспонируем? Сейчас мы об этом поговорим. Экспонируюсь я по экрану. То есть, если говорить грубо, я смотрю на картинку и получаю именно необходимый мне уровень контраста и яркости. То есть здесь даже не по одежде экспонирование. Оно где-то посередине, здесь между кожей и одеждой. Кожа чуть темнее средней экспозиции. Ну, примерно в нее. Одежда чуть светлее. Стена сильно темнее, но не проваливается в ноль. Здесь в современных фотоаппаратах не нужно говорить так вот, я экспонирую только по этой точке. О, как нахожу места, такой ответ. В любом... Вот если у вас есть где-то дом, где вы живете, или офис, где вы работаете, то я гарантированно на расстоянии там буквально километра от него найду огромное количество вот таких мест. Просто прогуляюсь полчаса, а дальше пройду с моделью по этой же траектории и сниму кучу вот таких кадров. Такие места есть везде. Вопрос здесь не в том, что это какое-то суперчудесное место. То есть вам не нужно ехать именно в эту точку, там, Васильевского острова. Потому что вам годится любая темная стена при определенных условиях. Вот, это очень важно. Съемка, да, сразу в ЧБ, то есть это сразу из камеры в ЧБ. Но это не так, это можете снимать и по-другому. Значит, смотрите. Вот то, что я сейчас показываю, это были иллюстрации таких тезисов. То есть мы привыкли к тому, что там свет жесткий, мягкий, высота света, насадки, лампочки, крик. Вот мы об этом, обо всем говорим. Вы предпочитаете больше студийный свет или естественный? Я больше предпочитаю естественный, но если снимаю в помещениях или не то время, то бывает, что я могу использовать искусственный. То есть я умею работать с тем и с другим. В принципе, честно говоря, большой разницы нет. Вот, ну ладно. Я сейчас как раз немножко намекал и так мягко рассказывал о том, что доступный свет гораздо круче студийного. Что очень тяжело в студии добиться столь мягкого, деликатной работы света и его характера. В студии всегда это выглядит более пережарено, более грубо, более пространство. Да? Вот. Ну, мне говорят, что цифровые камеры JPEG автоматически делают кривые, балансировки контраста. Я вас немножко расстрою. Я делаю еще проще. В настройках камеры есть настройка контраста. И не то, что я ее ставлю по-разному на разные съемки. Да, конечно, сложно с естественным светом. Я ни о чем не говорю. Его изучать надо изучать. Может быть, даже хорошо естественным светом владеет, возможно, даже меньше людей, чем студийный. Кто его знает прям так хорошо. Но суть в том, что контраст можно в камере настраивать. Секрет, но можно. Вот. И, например, снимая вот такую съемку, в одной сцене, в одном углу я поставлю контраст побольше. Возможно, в другой сцене я, допустим, могу занизить. То есть даже в рамках съемки она может меняться. Окей. Но давайте все-таки со студийного, да, может быть, проще начать понимать. Интересный вопрос. Мы сейчас посмотрим. Но, видите, есть плюсы и минусы. В студии проще понять, как работает один источник. Хотя и с окном это можно понять, покрутив моделью окна. Однако, когда у вас в студии три источника, дальше вы становитесь заложником вот каких-то стереотипичных композиций. И в итоге получается, что все-таки одинаковые. То есть вы привыкаете к каким-то схемам света и так упорно их ставите. Вот. Нет, я не перед каждым кадром кручу настройки в камере. Я кручу настройки перед сценами. И то не каждый. Но это я просто иду. Если я вижу, что изменилась ситуация, я подправлю какую-то настройку. Если нет, нет. Вот. В основном, конечно, я настраиваю камеру перед съемкой. В зависимости от того, хочу я цвет, ЧБ, там как контраст, какой, какое хочу настроение, какой сдвиг цветовой. Можно даже подкрасить, то есть сдвинуть цвета сразу. Вот. И дальше я уже смотрю и по обстановке подправляю. Окей, смотрите. Ну, ладно, это все нюансы. Давайте не забегать. Мы сейчас пока не о нюансах. Мы начинаем о самом главном. Наша задача идти сверху вниз к деталям, к нюансам, к инструментам, а не сверху вниз, а не от деталей. Смотрите, свет может делать такие вещи, о которых вам не расскажут, когда вас учат свету. Он может создать настроение. Он может определить отношение ваше к тому, кого вы видите на съемке. Ну, вообще, к тому, что вам показывают. Он может расставлять акценты, что-то выделить, а что-то спрятать. Он может очень хорошо разделять объекты или, наоборот, их склеить. Свет умеет показывать объем и форму предметов, а другой свет, наоборот, скрывает, предмет становится плоским. Вот. И он передает эмоцию. И это все, это тоже важно. Это важно изучать и пробовать. То есть даже, наверное, важнее экспериментировать со светом именно с такой точки зрения. То есть пытаться создавать настроение, пытаться передавать эмоцию, мрачную, или, наоборот, светлую. Пытаться, вот, просто подход. Не расставлять лампочки, не повторять схему, не настраивать свет, настраивать зрителя. Вот это, это главная мысль сегодня моя такая. То есть по классике идут вот так вот, когда изучают свет, учатся работать со светом, идут от инженерии к свету. Вот инженерия. Какие типа лампочек существуют, какие типа насадок существуют. Давайте наденем вот эту насадку, давайте наденем вот эту насадку, посмотрим. Вот. И, ну, путь тоже нормальный, это тоже нужно и важно, и мы на курсе там изучаем эти вопросы. Но, правильнее сказать так, на свет влияет, есть два подхода, два захода. Со стороны инженерии можно зайти, и можно зайти с другой стороны, да. Ой, у меня такие вопросы задают, но интересные. А что, если композиция хорошая в одном месте, а свет там плохой? И наоборот. Сними два кадра, в одном все построено на свете, и чтобы композиция не так отвлекала, возможно, фон. В другом все построено композиции, но по меньшей модели там не так важен свет. То есть, правильный ответ, а что себе отказывать? И оба, воспользуйся обоими штуками. Смотрите, поэтому есть подзаход с инженерией, есть заход с метафизики, с ощущений. И оба захода должны иметь право на жизнь. Хотя очень часто фотографы отказывают второму. И мы сегодня поговорим больше о метафизике, поэтому вот такая сегодня трансляция, что она с метафизики. В физике мы такими параметрами света оперируем, да, мы говорим о таких параметрах. Это очень важно, как раз понять и почувствовать эти параметры, научиться их видеть. Мы говорим о яркости света, он бывает яркий или темный. Мы говорим о геометрии источника, вот большой источник или маленький, целое небо или окошечко, или маленькая жесткая лампочка, фонарик. Мы говорим о цвете и спектре. Какой спектр источник ощущений, есть ли у него цвет, как он передает цвет предметов. Мы говорим о направлении света, с какой стороны он прилетает. Мы говорим о перепадах, потому что он не одинаковый, да, то есть он ближе там дальше может меняться, вот, и эти перепады очень важны для передачи объема именно, кто видел у меня съемку, где я с ладонью, да, показывал, как перепад вот в него ловится, в него ставится модель, окей, мы говорим о препятствиях, которые мешают свету, я сейчас покажу примеры очень интересных работ, вот, ну, вы, собственно говоря, уже видели, ведь это же вот история с препятствиями, ну, ветки мешают проходить свет, он там сзади, и это очень получается интересно, вот, и мы говорим о том, что свет поглощается и отражается, например, черная стена его поглощает, а вода его отразила и сделала более светлым лицом девушек, вот, другие источники, нет, нет, ты не прав, и физика, и для людей, и для предметки, и метафизика, и для людей для предметки, когда ты снимаешь предметы, у тебя стоит такая же задача создать определенное настроение зрителя, как правило, цель съемки предметов, все равно выражение чего-либо, да, даже на худой конец, если просто рекламная съемка или съемка для каталога, значит, у человека должно сложиться определенное ощущение об этих предметах, например, что они очень дорогие, там, какие-то классные или еще что-нибудь, и поэтому везде это есть, то есть здесь нет такого разделения, вот, дальше, когерентность света, вот, как раз импульс он или он постоянный, он по разной, разной степени такой жесткости детализации, вот, а метафизика это такие терминные разговоры, как форма и объем, да, предметы, вот, как они проявляются, объемное или плоское лицо, теплота или холод, вот, например, бывают более теплые, более холодные цвета и так далее, ощущения, да, как от света ощущения, настроение, драматургия, какие-то акценты, недосказанность, эмоция, разделение, там, текстуры и цвета, вот, именно как вас ощущаются предметы, то есть это с разных сторон, и потом это где-то сталкивается в кадре, сходится в центре, вот, но вопрос заключается в том, что мы очень часто, вот, вот первый левый столбец физика, мы с ним прям четко работаем и дефинируем, да, а с правым мы не работаем, то есть, когда мы учимся работать со светом, мы не учимся вот этим вещам, мы не учимся, например, выражать объем или создавать настроение за счет настройок фотика, и это вот так пропасть, которую многие не преодолевают так и всю жизнь, то есть проблема заключается в том, что их фотографии технически правильные, но эмоционально невыразительны для зрителя, потому что есть пропасть между настроил там свет, настроил лампу, и человек посмотрел и почувствовал что-то, и я сегодня хочу немножко преодолеть эту пропасть непросто, но я хочу немножко вас вот постараться свести, да, вот между собой эти вещи, то есть эмоции зрителей, работу со светом, и мы сегодня вот с такой стороны разговариваем, и, собственно, когда я учу, я так и стараюсь, я всегда обсуждаю домашнее задание и так далее, говорю в том числе и о восприятии конкретных именно, как конкретно получилось. Окей, ну смотрите дальше, значит, поэтому обычно люди работают по такому принципу, есть какая-то схема съемки света, и вот под эту схему мы делаем съемку с использованием этой схемы, да, как бы, вот, но мы так сегодня не будем, мы поговорим вот так, то есть у нас есть какая-то задача настроения, из него следует какой нам нужен характер света, который бы соответствовал и передавал это, вот, и дальше тонкая подстройка, да, то есть как конкретно уже вот в свет такого характера красиво и удачно положить, например, на нашу модель, потому что можно и неудачно, и некрасиво сделать, вот здесь никто ничего не гарантирует, то есть есть разный характер света, да, есть яркий гламурный, есть драматичная полутьма, есть мягкий объемный, но как он ляжет, тоже мы с вами видели, вот, неудачные примеры, в общем, может и не лечь. Вот, окей, и начнем мы в этом разговоре, как ни странно, вообще не со света, а с экспозицией. Это удивительная такая тема, вот, потому что экспозиция, она, к сожалению, очень завязана на восприятии света, то есть люди ее недооценивают. Вот у нас целое поколение фотографов выросло, которым долбят, снимайте RAW. Почему? Потому что в RAW вы можете плюс-минус две ступени экспозиции поправить. Вообще это не совсем правда, то есть вы в RAW можете хоть пять ступеней туда-сюда гонять, но что произойдет с картинкой, да, она сильно искажается, и объем, он искажается. То есть у матрицы есть свой какой-то диапазон, и очень важно, где было в этом диапазоне, например, лицо человека, когда вы сняли. Если оно было там в середине диапазона матрицы, где хорошо, там наилучшая передача объема и всех нюансов. Если оно было поближе к светлому, там уже плоскенько, уже не так круто. Если оно было в темноте, там тоже не так круто. Вот. И эта ширина, эти возможности вашего фотоаппарата, вот та надежная ширина, где получается сильно хороший классный объем, такой, как мы хотим. А мы можем хотеть, кстати, раньше, разный. Мы можем для гламур захотеть и подвинуть это лицо поближе к светлому. Пускай оно будет более плоским, если нам это нужно. Мы сегодня увидим примеры, да. Мы можем подвинуть его к темному, если мы хотим какого-нибудь страшного, там, драматичного героя. Но в целом, если мы хотим просто идеально передать объем, нам нужно быть ближе к середине, конечно. Хотя там, опять же, вот смотрите, вот это, это не просто середина. Это, блин, чуть ниже середины. Это прямо пилотаж. То есть не просто запихни лицо в середину матрицы. Нет, оно чуть-чуть было, именно во время экспонирования, это лицо было чуть-чуть ниже среднего тона, воспринимаемого автоаппарата. Да, и, соответственно, это нужно делать на съемке. То есть нужно настроить сразу экспозицию на съемке, чтобы был такой объем, а потом такая офигенная картинка без ретуши. А если вы пролетите на несколько ступеней, скажем, светлее это лицо снимете или еще хуже, темнее в данной ситуации, и дальше вы в рау, его вытащите, оно не будет выглядеть так же классно. Оно будет выглядеть примерно таким же по яркости. Но выглядеть это будет вот именно вот как вот это дерьмище, которое мы смотрели, вот извиняюсь очень, вот. Вот как вот это дерьмище, вот сколько тут не вытягивай, это будет все равно вот такое пластиковое дерьмище. Тени будут некрасивые, цвета будут какие-то блинные. Вот это будет восприниматься все вот как-то вот грязно, мято какие-то на коже, точечки пойдут и прочее. Все это следствие во многом не только неправильного освещения, но еще и неправильной экспозиции при съемке. И если со светом человек начинает работать, и он как бы осознает и понимает, что ему нужно работать со светом, то с экспозицией большинство очень хреново работают. Вот, потому что типа ну роу зачем? Мы потом на обработки подтянем. Никто не чувствует экспозицию тонко, вот чуть-чуть темнее среднего, чуть выше, на этом кадре чуть светлее. Вот на таком уровне никто, все очень грубо, примерно там поставили и все, а дальше уже подправим. Вот, поэтому как ни странно, если вы хотите работать круто с экспозицией, вы должны со светом, вы должны научиться экспозицию ставить прямо тютелька в тютельку и очень хорошо ее понимать, чувствовать, видеть, контролировать на съемке. Вот. Нет, не было бы лучше, было бы хуже, но вот абсолютно я с тобой не согласен. Говорит, если бы картинку сняли светлее, а потом вернули в раве к той же яркости, было бы лучше. Нет, как раз. В лучшем случае было бы так же. Но во многих случаях это зависит от, где ты находишься, в каком ИСО, то есть тебе нужно тогда ИСО определенное ставить и так далее. Нет, я не рекомендую брекетинг, я рекомендую сразу настраивать. Вот. И в моем случае, например, если бы ты знал, как я, то есть, ну, я физик, и за этим стоит, за тем, что я говорю, стоит большой опыт и разные виды съемки. Ну, начиная с того, что я сразу возиться не хочу, я хочу получить сразу вот такой товарный кадр из камеры, потому что огромное количество времени тратить на обработку – это плохо. Там рава и так далее. Но самое главное, самое главное, что у меня, например, стоит автоматическая ИСО, для того, чтобы я в большем диапазоне значений мог снять кадр, не запариваясь и не тратя лишнее время, например, на смену ИЗО. И с автоматическим ИЗО уже не прокатит таких прикол и так далее. Очень много нюансов. То есть тот подход, который я делаю, он достаточно выверенный и улучшенный. Да, в большинстве случаев, да, надо снимать, как снимаешь. Вот мой подход, я учу это, вы потом можете делать все, что угодно, но учитесь снимать JPEG. Если снимаете крутые JPEG, вы всегда можете снимать JPEG плюс RAW, брать JPEG, смотреть на JPEG. Если JPEG вам не нравится, а если кому-то не нравится вот этот JPEG, я в него камнем кину. Ну, то есть, если вам не нравится вот такая картинка, о чем нам вообще с вами разговаривать прямо из камеры, то есть тогда вам нужно уходить с этого нара. И поэтому я стараюсь именно сразу получить картинку в JPEG, но если мне очень ответственно или что-то нужно, я могу снимать JPEG плюс RAW, и я могу потом сказать, вот в этом кадре у меня не очень вышло там, или давайте переиграем. Вдруг меня стукнуло по голове и решил вместо ЧБ сделать цвет. И тогда я вытащу из RAW. И так как такое тоже бывает, да, то очень часто видно, что вытаскивая из RAW, там получается хуже. Ну, есть много нюансов. В частности, очень много. Есть камера, которой цвет делает JPEG так круто, что потом из RAW фиг повторишь. Вот, есть такие нюансы, например. Окей. Соответственно, смотрите. Ну, поедем дальше. Да, да, да. Вот я вам сейчас еще попоказываю, мы это обсудим. Вот. Поэтому начать надо с экспозиции. И, если правильно говорить, экспозиция и контраст. Потому что экспозиция определяет, светлая или темная. Вот, например, в этой картинке она, ну, по нынешним меркам, я бы сказал, она переконтращена. Это очень старая фотография. Я снял ее 20 лет назад практически. И она, ну, тогда просто были другие экраны. Тогда все было как-то, ну, и вкус у меня не так доставал. Да, и поэтому тогда мы любили пережарить. Многие фотографы и сейчас только так и делают. То есть вот это вот пережарить, это означает такой хороший контраст, чтобы вот белое-белое, черное-черное прям. Вот. Но правда заключается в том, что здесь, здесь, да, про рафы это очень полезная информация. То есть вы должны понимать, что снять сразу это одно и вытянуть из рафы другое. Результат будет не одинаковый. Всегда можно провести эксперимент. Снимите одну и ту же сцену правильно сразу по экспозиции. Снимите с большим пересветом на пару ступеней и с недодером на пару. Дальше возьмите эти рафы и все выровняйте на одно. Чтобы все было так, как вы сняли правильно. И вы увидите, что будет не одинаково выглядеть кожа с человеком и так далее. Будет не одинаково. И здесь лучше сразу снять. Вот. Да. Ну, в общем, суть в том, что здесь немножко пережарено, но все равно обратите внимание, что здесь очень мягкий уход туда в тень. Есть немножко ушко. Вот. То есть здесь очень хорошо. Даже те камеры были более узкие. Здесь свет более агрессивный. Вот это как раз искусственный свет. Такой прямоугольник яркий. И все равно нужно постараться там в темноте что-то оставить. То есть экспозиция должна быть... Это такая задача всегда, как и на елку сесть и рыбку скушать. Как чтобы лицо было вот хорошее, контрастное, объемное. Да. Как я хочу здесь эта эмоция. И чтобы белки глаз были белые, но не пересветились. Да. Объемные глаза. И чтобы тени были видны там в тени. Значит не надо вытягивать. Тени можно подвытянуть, цвета можно подспасти. Но это не то. То есть когда у вас есть там света и вы их чуть спасаете уже все плохо, вы их спасаете. Или есть тени, там все плохо, но не влезло в съемку. Вы вытягиваете. Хотя лучше снижать контраст сцены при съемке, чем потом лечить. Это окей. Но когда у вас лицо не посередине, а где-то в жопе, и вы его из этой жопы тянете в середину тона, это будет плохо. Это не совсем то же самое, что чуть приподнять тени или чуть опустить там, вытащить цвета, спасти. Да. Как бы вообще не то же самое. Вот. Можно ли пройти курс с телефоном? Конечно. Я покажу под конец даже картинки на эту тему. Вот это все, это свет. Это не вопрос, чем снимать. Это вопрос, в первую очередь, как светить. Вот. Смотрите. Вот. Сейчас я ближе к таким более мягким решениям, но все равно тоже, да, то есть экспозиция. Смотрите, как она выбрана. Это тоже кадры с камерой, здесь нет редактирования светлой темней. Здесь есть разные нюансы, есть куча оттенков серого. То есть одежда – это один оттенок, и она видна. Кожа – это другой оттенок. Волосы – это третий оттенок. Бетон сзади – это четвертый оттенок. Небо – пятый, снег – шестой. Кстати, очень интересный парадокс. Снег почему-то выглядит светлее неба. Вообще даже, блин, это просто голова ломается. Как так могло быть? Могло. Секрет не расскажу, но могло. А кто, кстати, предположит? Как такое получается, что снег светлее, светлее, чем небо? Предположите. Здесь нет ретуши и... Вот. Про тенденции фотографии у меня спрашивают. Как раз недавно у меня на... Посмотришь ролик на моем канале YouTube есть, который называется как раз про натуральность, да? Тренды фотографии 24. Там все это рассказал. Здесь нет дополнительного освещения. Небо все в тучах, но есть кусок неба, где больше света. И солнце чуть пробивается сквозь тучи. Этот кусок не виден в кадре, но с него свет попадает на... То есть свет с этого куска попадает на снег. Причем там даже больше вот справа, чем слева. И он становится светлым. Так необычно. То есть там есть немножко на небе более светлые куски. Небо, оно не одинаковое. У него половина бывает светлее, а другое это. Вот. Ну, смотри, ты говоришь, потому что туча серая, а снег белый. Ну, в оригинале, если все небо в тучах, то снег отражает свет от тучи. Значит, он должен быть темнее тучи. Ну, ладно, смотрите. Вот тоже экспозиция. Здесь какая задача, да? В первую очередь темная одежда не должна провалиться. Но, с другой стороны, если слишком яркое будет лицо человека, то что у нас получится? У нас получится, что лицо блин, то есть он потеряет объем. А нам интересно именно сохранение очень объема эмоций, прям в нюансах, в деталях, чтобы было все это видно. И для этого лицо должно быть не слишком светлым, то есть в середине где-то оно находиться. Вот. И слава богу, что здесь серое помещение, и рядом с ним достаточно большое окно. Соответственно, возникает такое... Но окно это направлено не на солнце, а на пасмурное небо. И здесь возникает именно контрастный мягкий свет, который делает такую свою работу. И все, как видите, видно. И черную одежду видно, и лицо видно, и нет слишком ярких вот этих студийных, бешеных каких-то пережарки. Вот этой вот. Вот, да. Вот, посмотрите еще, как работает экспозиция настроения. В одном и том же месте мы сняли два кадра. И один кадр имеет одно настроение, а другой другое. Потому что здесь вот банально разная настройка экспозиции. То есть, снимая левый кадр, я увел в минус. Снимая... Да, молодцы. Бумага является отражателем здесь. Вот. Проект, который он смотрит. Увел в минус. А в другой картинке я сделал посветлее. И я выбил небо, но я поднял героинь. Сравните просто свои ощущения. То есть, разные экспозиции создают разные ощущения абсолютно в одном и том же месте, с одной и той же ориентацией. Один и тот же кадр. Вот. А это средний вариант. Смотрите, здесь более крупный портрет. Здесь менее выбито небо, чем справа. Вот тут вот. Но выбито тоже. Но не так сильно. Но практически не выбито. Но больше приподнята героиня, потому что мы хотим смотреть на ее лицо и считывать эмоцию. И вот постоянно у нас такая дилемма. Мы постоянно вынуждены между биться. У нас есть лицо, и мы для лица хотим одно количество света, одну экспозицию. У нас есть... Я спрашиваю, что за шарики. Смотрите, а можно еще вот так. У нас есть... Это прикольная история. Вообще вот так можно. Интересно, будет работать сердечко. Сердечко все туго работает, не очень хорошо. Должно же заработать сердечко. Вот. И у нас есть небо, но небо, оно, к сожалению, не так свечено, как лицо. Это называется контраст сцены. То есть, когда разные объекты на сцене имеют разное освещение. И когда мы хотим, чтобы все получилось одинаково хорошо, начинаются проблемы. Но понятно, что, например, в портретной съемке все-таки приоритет за моделью. Но иногда бывает слишком за ней что-то вылетит, и будет уже некрасиво. Или здесь вопрос в общем контрасте сцены. То есть, по-хорошему, как раз снимай вечерком, и будет не так контрастно. Днем было бы контрастней, было бы уже это большой проблемой, вылетело бы совсем плохо. Вот. Но давайте еще покажу вам тут несколько примеров. Смотрите, вот здесь вот светлая тональность. Это, во-первых, зима в целом. И здесь кожа достаточно светлая такая. Ее свет со всех сторон от снега отражается. Такой очень мягкий тоже без чего-то. И вот такое вот настроение здесь. Почему бы нет? То есть, здесь экспозиция поставлена посветлее. Вот здесь тоже она поставлена посветлее. Здесь очень интересно. Тоже здесь слезы есть на модели. Но при этом здесь в таком светлом ключе почти вылетает. Да, все такое очень стерильное. Мне понравилось это по эмоции. И вот я снял специально. Вот я снял несколько кадров с одной экспозиции. Посмотрите внимательно. Вот. И несколько кадров с другой экспозиции. Сравните свои ощущения от человека, эмоции здесь. Причем это повлияло экспозиции и на задник тоже, разумеется, там светлые стены, и на его лица, на обе вещи. И как стало темнее, стены тоже проявились, они стали темнее. Как здесь воспринимается эмоция. Я не говорю сейчас, что там это лучше или это хуже. Это просто, я вам объясняю, вы должны искать сами. Это ваш поиск, ваше решение в каждом конкретном случае. Но вы должны понимать, что снимая одну и ту же сцену, вы можете просто подвигать экспозицию светлее или темнее и получить очень разное восприятие объема и света. Будет казак, как будто это разное совершенно освещение было. Вот. Ну, здесь кому что нравится. Почему модель нос красный? Потому что эта серия называется Риг без морти. Всем известно, что Риг постоянно прибухивал, у него всегда был красный нос. Вот. Это не секрет ни для кого. Это Риг без морти. Вот. Поэтому у него немножко красный нос. Почему бы и нет? Тонкий нюанс здесь специально. Вот это видно, что у него красный нос. Ну, вот он немножко это... Немного выпил. Почему нет-то? Это драматургия? Это рассказывает историю? Вот. Окей. Значит, смотрите. Можно и, опять же, вот говоря о выразительных средствах, да, вы всегда решаете, да, светлее, темнее, как вам больше нравится. Вот здесь, наверное, большинство в итоге посмотрело и подумало, что, наверное, для этого сюжета со слезами лучше вот так. Здесь они, во-первых, более видны, вот эти слезы. Во-вторых, это более подходит по настроению. То есть вот эта экспозиция больше подходит для вот конкретно этой эмоции, этого сюжета, чем это. Ну, допустим, кстати. Почему нет? Мне тоже, наверное, так кажется, что если бы я выбирал совсем уж один кадр, то, возможно, выбрал бы из этих. Вот левый. Вот. И здесь можно уйти очень далеко. Это просто пример. Ну, здесь немножко утрировано. Но можно, в принципе, и совсем прям куда-то вылезеть или вылететь. И это может быть красиво. Да. Вот человек написал, мне очень нравится, Пуэрмен, он написал, что Валерия в бликах выглядит так воздушно. Вот. То есть иногда это, да, это брак. Да, это чрезмерная экспозиция крайняя. Здесь есть еще сильная засветка от объектива. Кстати, это замечательная советская оптика за там 3000 рублей или меньше. От одной до трех, да, сколько там Юпитер стоит. Вот. И, значит, это состояние. Это очень несложно. Но здесь есть тоже какая-то художность, и это прикольно. То есть я к тому, что я вас всех не заставляю. Просто вы можете меня неправильно понять, да. И когда я рассказываю важность экспозиции, вы можете решить, что важна именно правильная экспозиция. Что нужно вот всегда вот прям вот так, вот чтобы прям все тона проработались, ничего не вылетело, ничего не попало. Да, это Рик Безморти так и называется. Да, чтобы вот так было вот супер вообще. Вот это каждый элемент имеет свою тональность. Платье, лицо, волосы, стена, но они все видны абсолютно. Да, не обязательно. То есть можно, конечно, если вы понимаете, зачем вам, и в этом эффекте это круто, это дает настроение, можно и вылетать, можно и проваливать. Но очень справедливый от Кати комментарий, Катя Жужак говорит, она говорит, что тут хотя бы правильно научиться. Наверное, да, сперва, наверное, нужно научиться попадать в экспозицию, и тогда вы будешь гораздо лучше промахиваться, уже зная, насколько и куда ты промахиваешься. То есть ты будешь промахиваться управляемо, а значит создавать то настроение, которое тебе надо. Вот, смотрите, вот еще, здесь даже ради создания настроения и передачи вот этого вот вечера, здесь даже слишком уже темно, да, то есть вы смотрите, вот на левом кадре уже немножко кожа становится чуть такой, в ней уже цветной такой небольшой, даже шум просыпается, то есть это осознанно загнано в минус, но это прикольно, потому что все равно остается мягкость, да. Да, экспозиция, то есть тоже замыс. То есть я просто говорю о том, что вот здесь использована такая, объект экспонирован очень низковато, фактически по блику на плече, то есть правильно экспонирован, только вот блик, вот плечо из жаккарда, оно бликует. И это, кстати, очень прикольно, это красиво. То есть вот этот вот блик, он создает свое какое-то абсолютно отдельное настроение, да, посмотрите, приглядитесь, какое-то отдельное настроение в противовес лицу и создает какую-то атмосферу очень такую прикольную. Здесь свет с неба только, да, но здесь есть нюанс на левой картинке. Сзади темно, и по бокам от девушки деревья, и она прям как в коридоре из деревьев, и они закрывают. А спереди на нее идет вот сквозь дырку в этом деревьях, то есть она как же, то же самое, что она зашла в какую-нибудь подворотню или туннельчик, ну, недалеко углубилась, немножко зашла. Одежда выглядит необычно, да, кстати, мы тестируем, это тот пример, когда, ну, это тоже из камеры, конечно, файл, вот эта камера, она хорошая, потому что вот это пальто из жаккарда, его очень плохо фотографируют фотоаппараты, большинство фотоаппаратов искажает его цвет, ну, короче, не может передать его это пальто как надо. Вот этот фотоаппарат хорошо сфотографировал, прям из коробки, так сказать, без обработки. Вот. Ну, в общем, такая история, да. Вот тоже, посмотрите, здесь вообще нюансы, здесь как раз очень круто видно, что на ней разное освещение. И вы мне скажете, ага, ну, вот здесь ты, Медведев, фонарик притащил, уж точно, и долбанул фонариком на волосы сзади. Но правда в том, что нет, я не тащил фонарик, там просто висит на улице фонарик. То есть просто это, там включился фонарик, там есть фонарик. Я такой думаю, о, классно, вот, надо, но только не лицом к фонарику, потому что будет не круто, а спиной к фонарику этот фонарик сделает контравик. Вот. На халат Бухарского Эмира, да, наверное, это жаккард, это прикол в том, что это узоры, это из ткани, то есть это прямо цветные, вот тут видно, что это ткань такая, ну, это прямо ткань королей, в принципе, вот, да. И, видите, из таких вот цветных нитей блестящих соткана, то есть эта картинка не нарисована, а она сделана из цветных блестящих нитей. Вот, вы смотрите, какая мягкость красивая. Тоже. Мне очень нравится, сейчас вот я сторонник такого более мягкого, не пережаривать, делать мягко, но красиво и классно на нюансах. Ну, можно иногда и пожарить. Вот, окей. Вот, смотрите, тоже с девочками. Да, Валерия Гавай рассказывала, что вот это пальто с разными... Турецкий тюльпан. Ну, это жакет, да, это не халат, конечно, они просто у них... Так как турецкий тюльпан, значит, и мирха. Это жакет технически, легкая пальтишка. Но он вот такой вот. Вот эти вот девочки, да, тоже. Обратили внимание, что снимая этих девочек, если вы смотрели видео, то на видео было видно, что все светлее и ровнее. То есть не было такого контраста. Но фотографии получились контрастные и выразительные. И это просто никакой обработки, никаких фильтров. Это просто ЧБ в камере. И здесь как раз вопрос экспозиции. То есть я специально делал экспозицию не среднюю, а потемнее, так, чтобы зелень уже подпровалилась, а девочки еще остались не яркими, но средними. Вот. То есть, опять же, соответственно, работа, связанная с экспозицией, позволяет сразу получить отделение. Если экспозиция другая, то зелень и дети сольются, и они перестанут так вот классно выделяться на ее фоне. Здесь именно выделение с задником происходит именно за счет правильной экспозиции. Вот. Опять же, можете посмотреть бэкстейдж, как это все снималось. Только доступный свет, определенное время и очень правильный выбор локации ориентировки. Потому что даже если вы сейчас посмотрите на их лица, вы увидите, что свет идет спереди, чуть сбоку. То есть, они повернуты. Когда я говорю, там, сядьте тут, вот лицом сюда и лицом туда, я учитываю, откуда идет свет. Вот. Если бы они были в белом, было бы сложнее, но это не так бы сильно повлияло, в плане, что лица-то их остались такими же. А одежда стала бы светлее. Она бы не вылетела. Ну, только если это не дешевая белая. Мы здесь упираемся. У меня есть лекция крутая про цвет, как раз дешевый и дорогой. Мы здесь упираемся с вами в вопрос качественного и некачественного белая. То есть, белая белому рознь. Если это синтетическая вырвиглазная отстойная ткань, белая, она будет очень контрастным и неудачным. Как платье невесты из-за навески, знаете, такие, чуть ли не голубым отливают. Если это хороший, грамотный офайт, то есть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть такой, он белый, но не суперяркий, может, чуть сдвинутый в теплую сторону или в какую-то, то это будет выглядеть нормально и уместно. Здесь у них ткань злосерая, но светленькая достаточно. Такая сероватая. Ну, у нее был цвет, но я имею в виду, что потом. Вот смотрите, и в том же месте, левая картинка экспозиции почти на грани ухода. То есть, девочка почти силуэтна. Но если внимательно приглядеться, это тоже такой высший пилотаж. Оставить чуть-чуть, там видно, там даже и лицо видно, в принципе. Вот, если у вас хороший монитор, и сейчас нормально передаст еще видеотрансляции, она немножко подъедает. Вот, а здесь, наоборот, здесь свет почти пересвечивает лицо, да, вот который яркий, именно сквозь преграды как раз, но не до конца. Окей, ну давайте дальше побежим. Сейчас я вам еще перейдем немножко к сути. Я вас, в принципе, в первую очередь стараюсь вдохновлять и объяснять нюансы, потому что это самое главное. Вот. Вот здесь тоже правильная тональность, да, вот они не слишком светлые, не слишком темные. Если бы они были яркой кожей здесь, это было, не смотрелось бы загадочно и круто. Здесь они с зеленью примерно одинаковые, потому что моя задача их спрятать, да, и поэтому, чтобы спрятать их в этой зелени, нужно одинаково по тональности подобрать. Короче, суть следующая. Одна и та же сцена, она может быть сделана с разной экспозицией. И наше восприятие будет очень разное. Как вот здесь пейзаж, да, и с одной экспозиции это день практически, а с другой это уже почти ночь. И это все зависит от настроек фотоаппарата. И, разумеется, когда чрезмерно вы это гоняете, то у вас могут быть какие-то потери и проблемы уже. То есть слишком яркое уже что-то вылетает некрасиво, слишком темное проваливается. Вот. Но в целом это хорошее выразительное средство. Есть, часто говорят, высокий и низкий ключ. Это когда вы не только снимаете светлое и темное, но еще и сюжеты так подбираете, да, чтобы все было в основном светлым или все было в основном темным. Но здесь в низком ключе все равно есть блик на луке. Нельзя сказать, что это все низкий ключ. Если честно, мои примеры там лучше в плане низкого ключа, где ничего не выбивается. Вот. Это непросто, но это хорошо как бы. Сейчас я... Вот, да. Вот это вот прям хорошее такое. Здесь средний и ниже среднего ключа ничего не выбилось. Ниже каких-то суперярких бликов. Вот. Но это смотря где ты печатаешь, смотря как настроен твой монитор. То есть, ребята, вам нужно просто немножко изучать матчасть, потому что, когда человек говорит, например, на мониторе экспозиции ОК, отдаю фотки на печати, они темные. Здесь могут быть проблемы с монитором, а могут быть проблемы с теми, кто печатает. Вот. Поэтому с утра нужно убедиться, что твой монитор хотя бы базово соответствует и с RGB по яркости, по калибровке, по всему. А, например, сейчас, кстати, современный iPhone и iPad очень неплохо калиброваны из коробки, так сказать. Можно проверить, посмотреть вот на каком-нибудь iPad и сравнить с монитором. А потом нужно идти к чувакам и говорить, что вы тут так печатаете, потому что, возможно, у них проблемы. Да, надо калибровать и монитор, и печать. Но дело в том, что печать делают другие люди, и если бы они все делали как положено, в смысле, покупали бы фирменные краски, и каждое утро бы эту машину прогоняли и калибровали, это был бы один разговор. Но они же этого не делают, а еще у них температура меняется в помещении, все скачет. А краски они покупают китайские, паленые, и вообще все уезжает куда-то. А потом им вместо того, чтобы перепечатывать, они приходят к тебе и говорят, ну печать надо рассматривать просто в комнате с хорошим правильным светом. И о них просто выходит какая-нибудь фигня, они тебе говорят, да ты сам виноват, виноват темнее фотки делать или светлее. Окей. Ну мы сейчас не будем в это вдаваться, приходите на курс, я там рассказываю немножко и про калибровку, и про печать, и про все эти нюансы, и про что лучше смотрится на печать, а что на мониторе. Это действительно немножко разное. Вот, и так далее. Есть очень большие фанаты гистограмм, которые считают, что работая с экспозицией, это нужно посмотреть на гистограмму и сделать ее какого-то определенного вида. Вот, и от этого я тоже хочу вас предостеречь, потому что... Чего там говорит Василий? Вот смотрю я ваши фото и не вижу шедевров, говорит Василий. Ну, что поделать, Василий, наверное, у тебя бревно в глазу такого диаметра, что ты не видишь шедевров. Ну, в смысле, я сейчас показываю просто достаточно обычные фотографии, но некоторые очень неплохие, мы сегодня еще посмотрим. Не все они одинаково. Ну, как бы, то есть, не все эти фотографии я даже выкладывал, да? Я их подбираю для того, чтобы проиллюстрирует какие-то тезисы и показать. Вот, ну, это... Мыло? А, мыло. Они у меня мыльные. А, Василий, они у меня мыльные. Ну, тебе точно надо очки купить насчет мыла. Учитывая, что это картинки там по 60 мегапикселей, где каждая ресничка видна. Я вроде сегодня... Я же только что приближался, показывал. Вот, ну ладно. Очки надо. Ладно, Василий, ты повеселил. Я тебя даже банить не буду. То есть, иди дальше, пиши глупости. Мы порадуемся всем. Вот. У меня очень крутые фотографии. Технически они у меня обычно с таким запасом, что даже непонятно, зачем это. 100 мегапикселей, 60. Куда это? Там всегда вот реснички есть четкие в большинстве случаев. Печатать это и смотреть негде. Все на телефонах смотрят. Вот. Ну, короче, смотрите. И вот гистограмма – это тоже не способ работать с экспозицией. Я сейчас объясню, почему. Потому что, если вы посмотрите на эти две картинки, они обе хороши в своем жанре. То есть, левая картинка – это вот очень светлая девушка, снятая в высоком ключе. Правая картинка – это темная кожая девушка, снятая в серединочке и чуть к темному ближе. Но не провалено ничего. Обе этих картинки, они хорошо, правильно сделаны. Их не надо делать по-другому. Но правда в том, что их гистограммы абсолютно разные. И обе гистограммы неправильные. Одна в белую сторону вбита, другая вбита в темную сторону, соответственно. Вот. И вот это вот такая история. Поэтому с гистограммами тоже не возитесь. Надо на глаз. Надо понимать на глаз, да, вот что светлее, темнее, что хорошо, что плохо. Смотрите. Теперь небольшой совет практически. Значит, как быстро справляться с экспозицией и не иметь проблем при этом на съемке и не отвлекаться на все это? Я делаю так. Во-первых, нужно настроить экран фотоаппарата. Я расскажу на курсе подробнее, как это делать. Но если кратко, нужно добиться того, чтобы на экране было то же самое, что потом видите на компьютере дома на нормальном мониторе. Потому что очень часто экран фотоаппарата настроен неправильно. И при съемке картинка кажется нам светлее или темнее, чем надо. В том числе здесь играет роль внешний свет. То есть в темном помещении она нам кажется светлее, потому что там просто темно в помещении. На улице в светлый день нам кажется темнее всегда, чем надо. И мы из-за этого делаем неправильную поправку. То есть из-за этого, глядя на эту более светлую или темную, чем надо картинкой, мы всегда стараемся поправку сделать слишком, перебить. И потом, когда мы приходим домой, мы расстраиваемся. Потому что на съемке нам казалось, что все кадры как надо. Прям очень точная экспозиция. А дома плохо. Вот если вы хотите так же аккуратно, как я сейчас показал, как я подбираю экспозицию сразу при съемке, все эти картинки не тянулись, не обработаны. Они все так сразу сняты. Если вы хотите так же сразу попадать в настроение, вам нужно заботиться и разобраться с экраном в вашей камере. При каких параметрах, как он показывает. Подскажу здесь небольшой секрет. В помещении на улице надо разные настройки ставить. На улице еще играет роль день или вечер. Ну ладно, это все не важно. Мы идем дальше. В общем, про настройки на курсе уже расскажу. Дальше. Я предпочитаю большую часть времени. В принципе, есть ситуация, где нужен режим M. В частности, студийная вспышка. Или некоторые условия, когда свет постоянно туда-сюда скачет вокруг, а сам объект зафиксирован. То есть у него не меняется его освещение. Меняется свет на заднике сзади. Там бывают другие режимы нам нужны. Иногда даже режим P может быть нам нужен, для того, чтобы очень быстро реагировать, особенно и в любых условиях все-таки снять кадр. Да, это интересный вопрос, лучше экран или видоискатель. Дело в том, что экран, как правило, лучше. На нем лучше видно. Но если слишком плохо видно, то есть если внешний свет мешает, тогда нужно переходить на электронный видоискатель. Но я предпочитаю смотреть по экрану. А знаете, в чем секрет? По поводу пленки, кстати, хороший совет, экспонометр купить и замерять падающий свет. Тогда очень четко сможете тоже на пленке экспозицию ловить, как надо прям. Будете знать заранее, что получится. Так вот. И вопрос заключается в том, что когда вы смотрите глазами в видоискатель, вы смотрите одним глазом. И, как правило, видоискатель не очень хороший. Нет, ну есть крутые камеры, где видоискатели прям клевые. Но они все равно немножко проигрывают экрану, потому что там маленькая картинка, ну туннельная такая картинка. Когда вы смотрите одним глазом, у вас прям половина мозга работает. Ну попробуйте сами просто. Вот вы ходите, смотрите на мир двумя глазами. И у вас есть какое-то восприятие. А потом вы можете сделать такую вещь. Можете вот один глаз закрыть, а в втором приложить руку. И попробовать вот так дойти до булочной. Если вас машина не собьет, вы поймете, что это немножко ограниченное и такое восприятие не очень хорошее. То есть круче, когда ты смотришь все-таки двумя глазами на перед тобой экран. На экране ты видишь кадр так же, как его будут видеть другие люди. То есть они будут увидеть на телефоне, в книжке, на мониторе. И он будет перед ними, вот перед их двумя глазами. И поэтому я предпочитаю, где возможно пользоваться экраном. Где возможно? Вот. Окей, пойдем дальше. Значит, режим АВ. Значит, почему такой режим я предпочитаю? Потому что в этом режиме наибольшую... То есть ты продолжаешь контролировать ситуацию, но фотоаппарат берет на себя наибольшую часть работы. В П он еще больше берет, но здесь уже ты не контролируешь размытие. И я вот думаю, что в большинстве случаев, когда этот режим подходит, надо и по умолчанию вот этот режим у меня на всех камерах. Если вот что-то особенное, еще раз говорю, можно перейти в М, там зафиксировать, или, например, тебе нужно определенную выдержку, для того, чтобы у тебя размазался дождь, или бегущий человек, там проводку сделать, или портрет на длинную выдержку. Тогда ты приходишь, конечно, в другой режим, это В. Но в основном снимаем так. Режим АВ и автоматическое ИСО в допустимом диапазоне. Например, я ставлю там у себя до 6400 или до 3200. Ну вот на Хасельбладе с большой матрицей 6400 вообще не вопрос. А на Леке может быть там 3200. Ну тоже можно 6400 ставить. Там тоже хорошая матрица. И получается, что фотоаппарат сам гоняет ИСО. Ты ставишь как раз минимальную выдержку, чтобы не было размытия, смаза от тряски. А ты определяешь диафрагму, то есть определяешь степень размытия задника. Это важно художественно. Где-то больше размываем задник, где-то меньше. Ты хорошо настраиваешь экран. И дальше ты просто делаешь такую вещь. Ты просто смотришь на картинку и крутишь поправку. Светлее, темнее. Вот и все. И, собственно говоря, это самая естественная и нормальная работа с экспозицией. То есть когда прям по экрану делаешь светлее или темнее по ощущениям. Вот. Так что так. Смотрите, пойдем дальше. Как приручить объемы? Вообще все это научиться чувствовать хорошо. Очень круто. Вот мы на курсе делаем, например, такое задание. Мы снимаем с разной экспозиции одну и ту же сцену. С одним и тем же освещением. Дальше мы смотрим и рассуждаем, какие картинки какое настроение несут, какие уже брак, какие еще подходят, где лучше всего объем, где гламурнее всего, где драматичнее всего получилось. Это будут разные камеры, разные кадры. Короче, экспозиция играет значительную роль. И еще очень важен следующий пункт. Ну вот у меня тоже RICO GR3X. У нас мы с Лерой снимаем регулярно. И очень хорошо мы снимаем. Почему нет? Все нормально. Любая камера может ошибаться, потому что выбор экспозиции – это же неоднозначная задача. То есть камера предлагает тебе какую-то экспозицию. Она что-то предполагает. А ты ей говоришь, мне нужно хочу темнее или я хочу светлее. Вот для этого существует поправка экспозиции. В остальных вещах камеры тоже могут ошибаться. Автофокус может не туда навести, промахнуться, это надо смотреть. Еще могут быть какие-то нюансы. Всякое бывает, всякое. Вот. Вот раньше, много лет назад, я очень часто вот так примерно контрастил картинки и снимал в таких контрастных условиях. Вот. И в принципе... Да, GR3 – великолепная камера с очень хорошими цветами. Никаких проблем. Вот. Сейчас я, конечно, так уже... Для меня это уже пережарено. Я уже это говорил. Это не очень хорошо. Но все равно иногда существуют моменты, когда даже очень контрастная сцена, контрастная картинка – это прикольно. Ну, такой стиль. Дай до Мариама. Вот это... Лера говорит, да, что режим M ее чуть не довел до инфаркта. Да, вы нормальны. Вот. Вот это... Это... Снято на Рико Гаар как раз. Вот это. И там поставлен такой дикий-дикий контрастный вариант ЧБ прям в стиле Дай до Мариама. Прям вот суперпереконтращенный вообще. И тоже это может иметь какую-то прелесть. То есть, опять же, рассказывая вам о контрасте, я говорю, что да, лучше, когда контраст не чрезмерный, но иногда чрезмерный контраст может быть... Иногда чрезмерный контраст может быть прикольным... Ну, как это? Средством выражения, приемом. Понимаете? Тоже прикольно. Вот. Так что так. Так что можно и переконтрастить. Почему бы и нет? Это такой свой стиль. Он забавный. Если вот смотреть на мир таким суперконтрастными глазами, все какое-то немножко другое. Вот. Да. Или вот, посмотрите, я покажу просто работы ребят, которые меня учили. Сикатя, вот это, куратор у нас как раз на курсе. Не, у меня немного камер. У меня есть три цифровых камеры. Это Лейка, Хасель, Рика. Вот. Рика больше Лера даже использует. Это больше ее камера. Еще у меня есть там одна-две пленочных обычно каких-то. Но я, бывает, их меняю по приколу. Вот. Не, немного камер. Но все хорошие камеры у меня есть, да. То есть, интересные какие-то знаковые. Вот. Смотрите. И может быть очень разные, вообще разная история с контрастом. То есть, здесь чуть глаз вылетает, но это прикольно. Но он не до конца вылетает, кстати. Здесь нету теней, да. Здесь, это вот я снял на пленку, и это супер правильный контраст. То есть, это настолько правильно, что Лере не понравилось. Тут все правильно. То есть, тут правильная резкость, правильный контраст, правильная тональность. Ничего не вылетело, ничего не провалилось. Это идеальное экспонирование пленки, как по учебнику. Вот. Проблема заключается только в том, что это немножко скучно и невыразительно. Вот. И такое бывает. Вот работа ученика. Здесь, смотрите, здесь полоски пересвечивают кожу, но они не забивают остальное. Да. Но остальное очень хорошо по контрасту подобрано. То есть, надо каждый раз смотреть, смотреть конкретно, да. Вот, кстати, тоже это, это же Рика, если я не ошибаюсь. Да, это Рика. Вот. Тоже Рика, смотрите, как красиво снимает. На Рика портреты можно делать. Вообще офигенно. Мягенько, аккуратненько, такой контраст. Вообще супер. Нет проблем. Вот тут на улице. Можно настроить мягенько. Да, резкость уже отличная. Ну, могу. Ну, это Тесаровский этот, роликорд с Тесаром. Там он резкий, как по нос, но в боке не очень такое приятное. То есть, он резкий, но неприятный в размытии. Песочек. Как песочку в боке насыпали. Я, кстати, не очень люблю Тесары. Ну, вот они, да, можно снять резко. Угу. Как работать со старой камерой? Ну, вот здесь вот пленка. Там 400 ISO максимально. У меня других пленок и нет. Вот. И, как бы, нормально все. 400 ISO справляемся. 100. 100 и 400 на пленке. Да нормально работать. Ночью не работать. Днем хватает. Оптика. Фиксы бери. Да, Вася уже ушел. Ну, вот эта вот рика, она очень мягкая, помягче здесь и в обрикольне, но все нормально здесь и с резкостью, и с детализацией, и со всеми делами. Вот. Здесь, с какой используется хитрость по свету? Есть деревья. И эти деревья тоже осуществляют экранировку сверху и с боков. Поэтому ставишь к деревьям, но поворачиваешь лицо наружу, на свет, да, но не совсем прямо, а под углом. И вот получается такая прекрасная история. А дальше здесь есть еще это, есть еще козырек, который добавляет, да, то есть козырек делает тень и получается такая линия полутени на глазах, которая делает более загадочным лицо. И вот почему здесь такое интересное восприятие лица, потому что козырек, он создает, собственно говоря, некую интригу и драматургию. Смотрите, это буквально. Вот, хорошо. А можно так. Вот здесь тоже хорошо. Обратите внимание, ребята светлые, но не пересвеченные, и задняя стенка, она темная, но не проваленная. Да, вот это вот важная история. Можно чуть потемнее. Вот если хочется поэкспрессивнее, да, посветлее их экспонируем, хотим это, делаем чуть темнее, контрастнее так. Вот. В Питере нет, свет не всегда одинаковый, это тоже неправда. Вот. Сейчас вам покажу вообще игру с контрастами, когда вот человек начинает превращаться в силуэт, или он очень темный. Вот он такой практически на фоне неба. Или он еле виден. Он виден, и прикольные эмоции, и лицо, да, но он очень такой, как бы, там где-то почти на грани ухода. О, передавайте привет дай до Мариаме, выставки его в Лондоне. Я бы тоже посетил, но сейчас я вряд ли до Лондона доеду. Вот тоже, да, здесь такое более темное ощущение, а здесь более светлое. Это разные экспозиции, и все, он тут потемнее, тут посветлее, то есть мы по-разному воспринимаем. Вот. Или вот так вот. Здесь еще светлее экспозиция, смотрите, да, темная экспозиция, средняя, светлее. Вон какой разный объем восприятия этого света. Руки и ноги обрезаны. Да, ноги обрезаны, ты посмотри, и тут обрезаны. Ой, какой, надо же всегда снимать человека только целиком. Действительно, Василий, разве можно что-то обрезать? Всегда должен быть в кадре человек в рост. И все, надо же, руки по швам, лицо к нам, и на лице должно быть выражение лихого послушания, как у солдата Швейка. И лучше, чтобы все фотки были на плацу, Василий. Так будет еще лучше. Ой, где ноги обрезаны, да, это называет панк. Панк это называется, Василий. Посмотри, у меня лекцию про панк, и ты поймешь. Здесь еще руки обрезаны, видишь, специально. Я девушке обрезал кисти рук, чтобы такие, как ты, Василий, не могли забыть эту фотографию. И даже во сне она им являлась и пугала их потом. Вот такая история, да. Ой, так весело. Но есть о чем поговорить. Вот посмотрите тоже, у меня экспозиция посветлее здесь сделана. И тем самым такое ощущение более романтичное, прикольное. Так не пофигом, что обрезано. Обрезано, да, по суставам. Прикиньте, по суставам обрезано. А что, нельзя обрезать по суставам, думаете, да? Ну, приходите на курс, обсудим, где можно, а где нельзя. Но здесь нужно знать одну такую очень умную мысль, что любое правило может являться выразительным средством. Причем как соблюдение этого правила, так и нарушение. Это все равно что-то выражает и как-то работает со зрителем. Когда-нибудь вы до этого дорастете и поймете, как это устроено. Ладно, смотрите. Здесь нужно понимать, что провалилось темное, что вылетело, каков контраст сцены. Вот контраст сцены – это самый интересный вопрос. Мы очень хорошо изучаем этот вопрос на курсе и учимся снижать этот контраст сцены, чтобы потом у нас не проваливалось и не вылетало, и при этом было хорошо и клево, и правильно. Это вопрос именно работы с контрастной сценой, то есть оценка контраста и так далее. По суставам не режут. А я вот порезал, Руслан. И что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Теперь. Режут, конечно, и в искусстве, и в живописи, и есть приметы обрезанных суставов, и в фотографии, конечно, этого очень много. Я тут нарочно обрезал, очевидно. Там даже есть бэкстейдж, на котором очень хорошо мы это обсуждаем, как я буду резать. Прям при съемке, потому что обрезано, я прям на бэкстейдже говорю, подвинь руку так, чтобы лучше обрезать и так далее. Полицию, да, вызови полицию. Такие смешные, беспомощные. Люди сами строят себе какие-то, ну, сами загоняют себя в какие-то замкнутые очень рамки, очень тесные комнаты, кучу стенглые возводят, и потом страдают, что кто-то другой то же самое не сделал. То есть они сами себе что-то запрещают, а когда кто-то другой это делает, причем можно же сделать прикольно, то есть получается прикольно. Они начинают просто страдать, злиться, такие, ты не смеешь, не смей, нихт, нихт, не завали горизонт, не обрежь по суставам, нихт, нельзя, ты что? Вот. Ой, это очень весело. Пусть ставят дизлайк, делов-то нет. То есть суть, да, суть в том, что нужна определенная творческая свобода, чтобы пробовать разное. А вы видели, да, какой был адская шапито под моей съемкой с засветками как раз через меха, как там корежило людей, это было очень весело. Вот. Окей, поэтому смотрите, можно по-разному снижать контраст, то есть чтобы лучше, удобнее снимать, если сцена слишком контраст, нужно его снижать. Есть разные способы, расскажу на курсе все это, покажу на примерах, домашки будут. Вот это и отражатели, заполнение всяческих видов, рассеянный свет от предмет, вот от воды, например. Активное заполнение, то есть когда вы уже прямо используете какие-то лампочки или вспышечки, чтобы заполнять. Время дня, выбор локации огромную роль играет, многие недооценивают это. Вот. Погода и время дня, ориентация модели, да, поверну в одну сторону контрастно небо, в другую менее контрастно и стало лучше. Вот. Настройки экспозиции, конечно, очень влияют, и вы видели. В частности, даже можно в настройках снизить контраст, там расширить или динамическую диапазону, включить на камере, это тоже. Да, резать по суставам, это по-нашему, по-петербуржски. Совершенно согласен. Смотрите, давайте я вам покажу, как в рамках одной съемки, да, разный контраст сцены создает разные ощущения. Вот здесь очень контрастный угол выбран в помещении, да, а вот здесь менее контрастный угол, то есть в контрастном угле человек такой, пфу, более яркий. Здесь вот слева он помягче, видите, да, меньше перепад, у него темная одежда, и очень хорошо как раз видна разница между слева и справа. То есть справа есть свет солнечный со стены, но он не до конца, то есть есть заполнение, видите, да, то есть у него не только вот пятно света, но и в тени что-то видно, то есть, допустим, стена в тенях не полностью черная, да, там не провален в ноль. вот и справа здесь соответственно более высокого контраста слева мягкого более низкого сцена и как это делается просто разные углы одного помещения то есть ближе к окну с ярким светом конечно контраст будет выше дальше от окна удаленные от окна стены там будет мягче и спокойней и таким образом создается здесь вот эта вся визуальная здесь поэзии идея в том что разница состоянии да слева он такой спокойный уставший сидит такой расслабленный справа такой напряженный смотрит этот крест такой прям через него проходит вот это очень интересно да тут все видно везде ну я я же говорю я снимаю очень технично в действительности если вы думаете что я снимать там не умею я вам про сейчас покажу чтобы вот кто там говорил что на картинки мыло ну давайте поисследуем эту картинку вот вам степень техничности моих кадров отдельные волосинки вот борода пожалуйста да и соответственно напомню вам на пальто ткань можно разглядывать штукатурку на стенке можете посмотреть вот такая штукатурка тут на стене вот и соответственно напоминаю что это вот такой кадр был окей да ну супер давай скру васили у тебя бревно в глазу вот и все или мыльный монитор у тебя монитор про три заляпал его слишком смотрел какие-нибудь картинки наверное и обляпал весь монитор ладно вот а здесь мягенький контрастик да вот задник за человеком и человек они более мягкие такие можно себе позволить снять светлого человека вот смотрите а вот тут использована такая история как бы свет вообще сзади и поставлена холст который цвет закрывает и таким образом модели оказывается в таком объеме где нет прямого света но очень много переотражение от серых стенок со всех сторон и они все примерно одинаково и получается супер то есть здесь я создал сцену супер мягким контрастом вот и он действительно очень мягкий то есть это без обработки все супер мягкая вообще практически контрасту скользающего почти нет но это очень нежно и прикольно вот и как я сделал я просто заэкранировал свет какой-то штукой да и снял не как все снимают по свету а против него да еще и за штукой вот это вообще такой тонкий пилотаж то есть создавать какие-то объемы теневые объемы это называю давите там тень и в эти люди они становятся очень интересные очень выразительный такой неровный свет получается это очень круто вот ну вот эта классика здесь модель выделена и абсолютно классическим светом достаточно прямым таким и она ярче задника соответственно можно и так выделено только свету но контраст допустимый то есть задник не провалился пальто не повалилась вот здесь чуть помягче смотрите как интересно тут у окна но основной свет как бы не на модели он так мимо скользящий проходит и она остается в таком этом вот еще посмотрите а здесь вот электрический свет используется уже и он конечно более контрастный он такой в стиле такого прям вспышки в лоб практически да такой более ну как сороковые годы что-то такое кино нуар короче ребята и мысль такая нет правильного неправильного света есть подходящий или неудачный для конкретного кадра и в принципе все средства хороши и нарушать можно да если вы нарушаете правила и становится прикольно почему бы нет то есть попробуйте тогда надо попробовать нарушать правила просто ради того чтобы нарушать вот смотрите есть три главных теперь быстренько я вам прямо по пробегу тут небольшой ликбез мы посмотрим есть три главной задачи для света первая задача лобовая просто осветить показать материалы поверхность ну то есть лобовой свет чтобы он был что было видно не темно даже ничего не провалилась вот что много лет назад не это все 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 картинки которые мы сегодня смотрим это буквально там с этого лета картинки плюс-минус да ну если что ну там не какие-то старые будут но это все свежие картинки прям свежий вот потом вторая задача передать объем и передача объема это вопрос перепада света поменяется это и третье значит выделить или спрятать что-то то есть кого что-то проваливается в темное или что-то выделяется светлым пятнем и эта задача эта задача уже драматическая я снимаю и цветы б вообще-то вы сейчас смотрели кучу цветных кадров ну ребята ну просто в калькулятор включите черно-белые два цветной 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 черно-белый черно-белый ну то есть вот здесь черно-белый там съемка черно-белая да там цветная цветная ну в разные здесь то есть иногда хочется чипы иногда цвет это зависит от задачи от настроения от камеры вот я снимаю какие-то съемки черно-белая какие-то цветные какие-то даже бывает частично то есть часть кадра черно-белая часть цветная вот нет проблем соответственно есть люди которые очень боятся чб почему-то считают что в чб да в чб лучше виден объем чтобы лучше видна эмоция вот например не съемка с девочками там две части первая часть посмотрите в телеграм-канале первая часть цветная а вторая часть черно-белая и цветная часть про образы про то как они одеты вот где мы видели цветные были с девочками с близняшками кадры помните там про образы про одежду про драматургию сцены а черно-белая там про эмоции про их состояние уже ближе про них так и и сделано то есть на цветном я снимаю немножко в одном ключе на черно-белом снимая ножка в другом в этом фишка где что лучше показывает Вот Окей, и как бы как все это делается Я сейчас просто вас кратко ознакомлю Просто чтобы вы знали, да, покажу вам быстренько Я знакомлю Господи, ребята, у меня задолбали Покажите портретку Нутерморта Ну попозже покажу Вот, чуть-чуть, давайте, не торопитесь А покажите то же самое, но с перламутровыми пуговицами А покажите такую же фотографию, но в цвете А покажите такую же фотографию, но с другой моделью Господи, ну когда вы успокоитесь-то Ну если вопрос, умею ли я, то да, умею Все Цветное умею, черно-белое умею, людей умею и предметы тоже Окей Не веришь Да, все Давай пока будем смотреть, то, что я показываю Вот Да, да, можно зеленые розовели ЧБ Ну вот, да, если вам говорят, что ЧБ это грустная печаль, не дураки Огромное количество потрясающих шедевров мировой фотографии Снятых в ЧБ В том числе и уже после изобретения цветной пленки Вот, но давайте пойдем Смотрите Идея показать, но она понятна Вот если, допустим, красивая девушка в платье, надо ее показать Поэтому вот лобовой свет, который все показывает Ничего, никакого риска, он светит спереди Это то, что начинается Ну, это вот то, что называется гламур, идеализация Причем сперва было просто светить, просто и показать То есть первая задача, вообще света не хватало, фотограф, надо было просто светить и показать Вот Но потом Ну, правильно, вам нравится мое ЧБ, но у вас ЧБ получается хуже Потому что это вопрос тонов, контраста сцены, экспозиции, всего, о чем я сейчас рассказывал, рассказывал ЧБ надо тоже уметь делать То есть от того, что вы включили режим ЧБ в камере или перевели файл в ЧБ, он не становится шедевром Но для этого я рекомендую вам, приходите ко мне на курс Ссылка есть внизу, поучитесь И вы научитесь делать действительно классные ЧБ А еще играет роль композиция, выделение объектов Они выделяются тонально, видите, девушка более контрастная Сзади там менее стенка, это все тоже важно Окей, вот И вот это называется гламур или идеализация Это известно еще там с времен кино, с 20-х годов Есть разные разновидности гламура И более контрастная, и менее контрастная И гламур это, в принципе, прямой свет Но, как правило, стараются, чтобы он все-таки, во-первых, не было теней каких-то неважных Во-вторых, чтобы он не пересветил слишком сильно Хотя иногда можно и достаточно сильно пересветить кожу Тоже разные бывают варианты И здесь не нужны тени, не нужен объем, здесь нужно просто показать Вообще идея в том, что кожа-то у звезд, особенно у старых, она была не очень хорошей Кожа актрисы, постоянно грим И поэтому свет такой лобовой, контрастный Он что делал? Он убирал, он делал то, что делают на фотошопе То есть он убирал недостатки, но хорошо показывал макияж, формы лица, прическу Все, что нужно Вот это вот называлось гламурным светом А сейчас есть очень разные вариации Бывает иногда и лобовой свет делают не гламурный Наоборот, чтобы специально, как эсквайр, показать у мужчины каждую морщинку, каждую пору Но это вопрос настройки камеры Такое несложно, кстати, научиться делать Приходите, научу Бывает, что вот как в старинку Вот это я использовал, делал кадр, это снимал Здесь как в старину, яркий свет выбивает Практически он выбивает лицо Но это прикольно То есть он создает такую силуэтность и нарисованность И это вот голливудский такой подход, выбить светом лицо прямо Вот И бывает, когда вот прям такое тоже современная трактовка Это ровная заливка такая с всех сторон, очень аккуратная Это, кстати, нет ретушированная Это вот прям такой макияж и волосы залиты И вот так вот снято, как будто пластмасса Вот Да, бывает вот так Здесь почти выбит Не выбит, но почти выбит Вот вспышка в лоб Тоже очень неплохая история Если на разумном расстоянии это от модели И там дальше задник Получается прикольно Модель выделена, задник пропал Вот от окна, да, это полароид То есть окно может дать хороший такой в лоб направленный свет Это вот лобовой свет Он очень разный Здесь очень важна экспозиция В принципе направление здесь одно в лоб Поэтому важна экспозиция Расстояние до модели светлеть и темнее Это в первую очередь играет, да Но это один подход, одна задача Просто светить в лоб Вот И очень многие фотографируют именно так Да Уделать цветом, да, тоже надо уметь Ну вот сделана картинка цветом Сравни цвет на одежде Цвет украшений Цвет глаз И цвет на картине сзади Посмотри внимательно Как все это бьется и сделано Ну то есть Или вот здесь У тебя платье и пожарный кран Вот Ну полароид просто делает Такую работу по выглаживанию Ну здесь немножко выбито конечно То есть Ну прикольно такое получается Здесь тоже нужно нарисовать макияж Потом футболка Здесь крест у него на руке Обратите внимание То есть Здесь достаточно хорошая работа По стилю Между прочим Окей Объем Объем это другая история Объем это всегда про перепады То есть свет должен меняться И тогда получается Вот различный объем Да Причем даже вот на телефон Если правильное направление света То есть здесь Это называемая схема Довинчи Приходите на курс Научу это делать Получается что даже на мобильный телефон Человек выглядит как на картине То есть на что похоже Это свет на лице Да На что похож такой свет Такой свет похож на живопись На классическую И вот это очень часто история То есть пожалуйста Можно на телефон снимать Вот на телефон На телефон Это было еще в картинах Здесь сложнее То есть получить такой объем Здесь как бы в плане того На что снимать это плевать Но в плане того Как Бывают Цвета говорят гармонично выглядят Но бывают плохие Приходи на курс Мы занимаемся там цветом Целое занятие Все И с точки зрения подбора цветов И как их воспроизводят И как освещение цвета воспроизводят И как бы Как собирать для сцены цвета Там все узнаешь как раз Цвет очень интересная тема Но сегодня Сегодня не до нее К сожалению Я сегодня про другое рассказываю Вот И здесь все сложнее Если лобовой свет Он просто в лоб Здесь играет роль Уже размер источника Высота Направление Геометрии Там экспозиция Контраст сцены То есть тут все надо вместе собрать Это более сложная история Создание объема Как ни странно Объемные фотографии сложнее Чем плоский свет С плоским лобовым светом С вспышкой в лоб Научиться главное Там правильную мощность Дозировать и балансировать С окружающим освещением Все Дальше все само работает Здесь начинается уже вопрос Перепадов Нюансов Подсветки Теней Заполнения Ну это Я сейчас не расскажу За пять минут Но приходите То есть Делать Он подходит и к мужчинам И к женщинам Там есть нюансы То есть смотрите Здесь есть очень тонкие нюансы Если внимательно посмотрите Вот у девушки немножко по одному он поставлен И она такая Ну зайка аккуратненькая такая Да как бы А мужчина уже драматичней И вы можете подумать Что это просто потому Что он не молодой Но в действительности Если обратить внимание Например на тени Вот от века И так далее Здесь свет стоит Под другим углом Здесь он более драматизирован То есть вообще Все эти вот подходы к свету Они имеют очень большую вариативность Если конечно тупо ставить схемы Как вас научили Окей Но если понимать Например понимать Что когда вот есть да винчи Вот такой свет Да То сдвигая лампу сюда Мы делаем человека более гламурным А сдвигая лампу туда Мы делаем его более драматичным И каждый несколько сантиметров Вот несколько градусов света Чуть вверх Чуть вбок И вы уже получили Более драматичную картинку И это очень хорошо сравнительно видно То есть разница в позиции освещения Здесь практически небольшая Но она реально Реально влияет И показывает это Да Насчет мужика в ЧБ Здесь прикол Кстати это постоянный свет Додалайты Здесь достаточно интересно сделано Здесь еще свет на Если вам интересно Как раз Ну вот Типа Может кто-то хочет узнать Умею я в студии свет ставить или нет Ну вот видите умею Вот свет на мужчине Это прям высокий пилотаж Пять лампочек там есть Вот так вот Там еще сделаны полоски света сзади За ним На стене полоска Да и полу вот это На нем Не один источник А два Чтобы чуть-чуть Подбличить Сделать таким Его более характерно Волосы у него там Подсвечены Аккуратно Если посмотрите ухо Руки у него Видите И весь пиджак не провалился Ну то есть это вот такая Классическая работа Да Тоже Велком на курс Научу Такое делать Дальше посмотрим Да Это вот Вот смотрите Вот да Человек пишет комментарий Мужчина выглядит как на картине Очень красиво Именно Это и есть свет под картину Как я сказал Возрождение Классическая живопись Вот такой свет Тоже Этот характер света Воспроизводится Это можно научиться Ставить и делать Вот Вот это сделано Так же Только здесь более светло Это сделано от окна То есть можно лампочками Можно окном Никаких проблем Да Очень аккуратно И да Приходи учиться Разберу Как сделано Ну то есть Вот этот кадр Как раз разберу Прям Как все Как там стоит Тут в глаза Даже заглядывать Не поможет Потому что в глазах Видно только две лампочки А их пять Ну в бликах же Не все отражаются В глазах Вот Интересная история А здесь вот нет лампочек Тут просто окно И все Но здесь мягкая Светлая тряпочка Которая играет роль Какую Вот эта светлая тряпочка Играет роль Отражателя И очень мило отражает Еще обратите внимание Что девушке чуть вниз Опущена голова Потому что Если приподнять Будет не так Не такой аккуратная личика То есть Очень важный момент Здесь с высотой Вот А это на улице Здесь используются Естественные ограничения То есть есть крыша Есть стена сбоку А с другой стороны Нет стены И таким образом Парень попадает В ситуацию Где на него Светит в принципе Пасмурный свет С неба Но он светит Под нужным углом Сбоку И создает тоже Такое объемное Очень правильное лицо Прямо как Как на картинах Вот То есть Это использование Естественного рельефа И естественного окружения На таком же корабле Для того Чтобы создать Какой-то определенный свет А здесь Вообще Условия были Не очень хорошие Это парикмахерская И используется Просто небольшая лампочка Ценой 2000 рублей Светодиодная Такая китайская лампочка Знаете Такая небольшая На 160 светодиодов Или как они называются Ну вот То есть И эта лампочка Просто Она достаточно жесткая Но она Под Очень правильным углом Направлена на лицо Под вот тем самым углом Как на картинах И согласитесь Что абсолютно Картинное ощущение То есть ощущение Что это лицо с картины Вот А здесь есть Правда Небольшой секрет Если Если бы Не было Света в помещении Есть свет Просто на потолке То у нее бы Тень была очень резкая И получилось бы не круто То есть Здесь это Дополнительная лампочка Согласовано С тем светом Который в целом Есть в помещении Вот Нельзя сказать Что все снято На лейку Борис говорит Да потому что на лейку Потому что Вот это снято На фуджик Это снято На фуджик Это снято На фуджик Или даже раньше Не его на канон Может я не помню На что Справа фуджик 100 мегапикселей 50 мегапикселей Слева Опять же Какая-то камера Типа канона Или что-то такое Это снято Вообще На какой-то Никон Д90 В общем Проблема заключается в том Что многие картинки Вот эти Более старые Это Они сняты Не на лейку Не на хасельблат А на очень разные камеры Некоторые сняты На Да Лет панелька Вот Здесь свет От лет панельки То есть Если вы не в курсе Можно вот так вот Снимать С лет панелькой За 2000 рублей Но Единственный нюанс Да Очень точно Нужно эту лет панельку Направить И очень точно Отрегулировать Ее яркость Вот Здесь в этом фишка В этом приоритет Еще раз говорю Welcome Внизу ссылка На курс Научу всему Вот Будете так делать Это опять же На улице И только дневной свет Тоже как видите Очень объемно Получилось У меня в курсе Есть прям практика Я там показываю Как такое делается Прям на практике Вот Опять же Разновидности Этого же Объемного света Но слева Здесь в чем игра Смотрите Слева более драматичный вариант Такой более вбок уведенный Более контрастный А справа Вариант Более плоский Более гламурный И при этом Сами мужчины Они наоборот То есть Правый мужчина Более брутальный Но из-за света Он кажется Более зайчиком А левый мужчина Более зайчик Но из-за света Он кажется Более опасным И Таким Драматичным Вот это я К чему Именно вот эти две фотографии Вместе поставил Потому что я хочу вам продемонстрировать Что один Ну как бы Очень сильно свет Леет на восприятие Человека Можно полностью перекроить Можно изменить То есть Можно сделать Маяковского Из гламурного Мальчика И можно сделать Гламурного Мальчика Из Брутального Парня Вот тоже Мягенький Объем Очень классичный Здесь использован Только доступный Свет Просто она так Повернута С умом То есть Это днем Кстати Это не вечером Это днем Но на нее Падает тень От деревьев И она в этой тени Правильно повернута Вот Это тоже Между деревьями Это тоже Снято днем Не ведитесь Кстати У вас может возникать Ощущение Что это снято Вечером Или ночью Но здесь Очень известный Трюк Связанный с экспозицией То есть Просто Это пасмурный День Но днем Но экспозиция Сделана такая Тоже темноватая Я часто так люблю И вот этот Супер объем Такой Просто очень Красивый Неклассический Какая объемность Невероятная Вот Этот супер объем Он получен И экспозицией И направлением И над девушкой Тоже есть Икранировка С двух сторон Там деревья И над ней И соответственно На нее падает свет Под нужным углом Получается такая Офигенная вещь И при этом Не вечером Не вечером Это днем Это работа Ученицы моей Здесь Вы можете увидеть Что объем Не обязательно Только лиц касается То есть И на телах Тоже очень По разному объему Может восприниматься Это очень важно Волосы здесь Дул Природа Природа Если вы смотрели Мои бэкстейджи Вы наверное заметили Что когда у меня Хороший кадр получается Все складывается Начинает Всегда поднимается ветер Начинает раздувать модели Вот Такого мягкого Фона Я добился Это объектив 51.4 На полный кадр На открытой диафрагме То есть Ну достаточно Большая светосила То есть Это естественное Размытие Объектива Плюс фон Там достаточно далеко То есть Она поближе к нам А там подальше Вот Такая портретная История Как бы Поэтому И самое интересное Это акцентировать Или скрыть что-то Это драма То есть Это известно еще Из живописи Вот картин Рембранта Такие пятна Когда наоборот Свет неровный Вот здесь темно Здесь светло И вот эта вот История С пятнами С неровным освещением Она тоже очень выразительная И очень классная Клешни отрезал Какие клешни Где Кто отрезал клешни А вот здесь Вот что ли Знаешь что Да Руслан Мне надоел этот Руслан Меня просто спрашивали Кого-нибудь забаним Мы сегодня Или нет Мы сегодня Забаним Руслана Я думаю Это было бы неплохо Черт Плохо нажимается Вот Руслан Смотрите Заблокировать пользователя Такой кайф Вот Просто мне не нравится Его лексикон Про клешни Все Руслан забаненный Ну вот смотрите Сегодня есть Кого мы забанили Ладно Давайте я выкажу Еще драматургию Вот Так Смотрите Соответственно Вопрос Драматургией Всегда в том Чтобы свет Шел неровно То есть Да Первый пошел Пока Руслан Ну просто знаете Если долго Мучиться Что-нибудь получится Долго провоцировать И это Вот в общем Все эти картинки Они все с неправильным светом Пятнами Да Видите на лице Пятна света Где-то я отшеде Но это выполнено правильно Тут нужно уметь То есть Это вообще Я считаю Это самый высокий пилотаж Это уметь Вот эти пятна На лицо Так класть И расскажу на курсе Как В чем там нюансы Как это делается Чтобы это давало Прикольный эффект Или как здесь Здесь не пятна Но тени Да Есть тень от носа Тень от губы Но она при этом прикольная Вот Это называется Выразительность света Да Это а-ля стиль Клинтонстуд Но это не Клинтонстуд Это Московский студент Вот Который у меня Снимался Давным-давно Ну я ему сделал Такой образ А-ля ковбоя Я ему говорю Что слушай Короче Надо голову Дня 4 не мыть Чтобы перед съемкой Типа Мне нужно Чтобы у тебя волосы Были реально грязные Чтобы ты не мыл их Вот Мы еще по-моему Чуть маслом добавили Чтобы было такое ощущение Что человек Можно Это Да Смотреть стрим Можно в бане Я просто закрыл Закрыл Возможно Скомментировать По-моему Вот Да Нравится вам такой стиль Ну вот Тоже научу Как это делается Это кстати В студии С источниками Сделано Потому что Была зима И вообще Это заказная съемка Была Это сделано В студии С источником Вот Окей Смотрите Теперь покажу Немножко работы учеников Про выразительность Света в целом То есть Что такое выразительность Когда свет неровный А здесь вот Свет разной температуры Тут на двери синий На стенке желтый Причем Сама героиня Даже не высвечена А высвечено Все вокруг нее И вот это Офигенное пятно На кровати Видите Это выразительный свет Можно купить Недорогих лампочек Стодиодных И наделать Такой истории Вот Вот здесь вообще Жестко прям Пятно Это тоже может быть Темой То есть Силуэты Жесткие пятна Можно так себя выражать Почему нет Ну просто как пример Показываю Вот вспышка в лоб И на длинной выдержке Колесо размазалось Офигенно сделано Очень просто И прикольно Да Да Она теряется Но это здесь клево То есть Смотрите Это же не обязательно Быть основной кадром Таким Это может быть один из дополнительных кадров съемки Это очень киношный кадр Он создает Вот это ее потерянность То что она темная Оно создает Такую Трагедию Некую Брошенность То есть Ощущение правильное Это правильно работает Это вот Именно выразительное освещение Да Вот То есть Когда свет Что такое выразительность Когда свет выражает определенную идею Вот есть идея И Получилось Вот так вот Или вот такие штуки Вот такое Прямо Что-то Киберпанковое Нуарное Да Там и не надо сразу понимать Вот это я вам показывал уже Вот это Смотрите Даже вот люди в полиэтилене Такие мрачные Черные Абсолютно неправильный свет Очень простой Просто каким-то одним фонарем На них Но в этом что-то есть Получается Здорово Да Видите У меня даже в голове там Вот Окей Вот такая Здесь вообще зеленый свет Это замечательная ученица Есть такая Татьяна Терляева И она Видите Просто свет Может быть Просто цветной свет То есть Это ЧБ Но в одном единственном цвете Моноцвете Вот свет через зеленый фильтр Смотрите Как это интересно И выразительно получается Тоже выразительность такая В конце концов Вот тоже Абсолютно неправильный свет Он где-то там сзади И так далее Но какое настроение Ощущение получается Вот Или вот такая Мутная история Здесь Много источников Стадиодных Такая странная Но тоже же в этом Что-то есть То есть Можно попробовать Вот так поснимать А это Цветы Которые плавают В В Водей На длинной выдержке Они размылись Просто И прошли Тоже очень мягкие Кайф Вот Смотрите Тоже тут Силуэт То есть Тут много Неправильного Например Здесь не лицо освещено А по сути Сзади Ярче свет Дым освещен Главный герой Здесь дым А как он на нас Глянул Кстати Вот это я снимал На супер дешевую Камеру Старую Вот Через стекло Ну вот это Вот Вы видели О Будь здоров В общем Выразительность Это сложная штука Она Вот например Здесь вот Свет очень мягенький Но он такой Интересный Необычный Он имеет тоже Направление Еле-еле заметное Имеет легкий объем Он создает Такое странное Сонное настроение И это прикольно Можно повернуть Ее к свету И будет более лицо яркое Но как бы Это хуже Вот Да Спасибо А вот здесь яркий свет От такой прям Буф Лоб А здесь человек в тени Ушел вглубь Там Здесь вот Тоже я вам показывал Да Разные направления Здесь объемы Главное Да Чтобы была объемная Женщина Здесь яркий свет Такой Который должен Прямо вот это Все четко показывать Да Такой Как хирургическое Столе Когда человек лежит Вот Здесь сквозь Тоже светло Но сквозь Такие блики Блики все закрывают И мешают Мы сегодня уже Все это посмотрели Очень хорошо Я вот просто Полистаю Вот например Здесь на Модель свет идет От лампы И он ее выделяет Да А на меня от монитора И выделяет меня Другим цветом То есть это вообще Используем только то Что и вот в этом кабинете Собственно Я здесь сейчас и сижу Вот там где монитор Можете представить Так вот это выглядит Да Именно киношники так делают Да И еще вот Компьютер Видите Он светится У него экран И он тоже создает Свое такое пятно Определенное То есть можно очень круто работать Раскидывая источники Не обязательно это делать Как привыкли фотографы Именно Это да Киношный подход Все правильно Это похоже на Ридли Скотта И поэтому Велком на курс Я там как раз Рассматриваю Киберпанк Рассматриваю Вот такую вот Работу с фоном С задником То есть вы узнаете Потому что Мне кажется Что такая работа со светом Она более современная Чем классическая Ну можно и под живопись Мы сегодня это посмотрели Многие фотографы Работают классически Как живописный свет А это свет Именно на большой сцене И это более такая Ну своя отдельная манера Работы со светом Вот об этом на курсе Мы тоже поговорим Там эта история есть Окей Смотрите как Тут деревья В общем Вот даже полароиды Просто тоже Как там светится Да То что там От солнечный свет Такой Сносит сбоку И создает Такое ощущение Вот Это я вам тоже Все показал Вот такое мягкое Тоже свет Откуда-то там Пролетает Много раз Переотражается Посмотрите как На левой картинке Мягко попало Как раз пятно На платье Да Платье чуть выделено Дальше так становится Темнее Темнее Вот Вот тут Засветка вообще Прямая сзади Да Использована То есть Она создает настроение Такие панки Они такие грубые Но при этом Вокруг цветы Яркий свет Сзади идет Но кто видел Эту историю Вот В чб Тоже вариант Но тоже свет Сзади Именно Такой Прям Камеру Фигачит Вот Здесь вот такая подача Да В темноте Она на свету Между ними разница Разделение героев А это вот депрессивно Да Здесь потемнее экспозиция И потемнее место Она отвернута от света То есть У нее затылок светлее Чем лицо Потому что мы передаем Ее настроение Вот Это я вам показывал Короче Есть куча разных инструментов Вот Экранировка света Да Отражение Препятствия по ходу света Как расположить Что даже на На локации То есть на том месте Где есть Можно очень классно Работать со светом Можно и искусственный Присоединитель Добавить Можно подсветить Тоже никаких вопросов Абсолютно Вот Смотрите Я вообще здесь говорю Что очень часто Нужно работать Даже не в плане Что притащить лампочку И добавить света А нужно работать В плане Чтобы этот свет убрать То есть Вот Иногда Как раз Какая-то Экранировка света Сейчас мое лицо Стало более объемным Потому что я с одной стороны Закрыл поступление света Вот И оно стало более объемным И это вот Очень интересная мысль Тоже запомните Это потрясающий Ноу-хау и подарок Да Что Есть плюс Есть минус Это такая фраза Пратчета Что свет считает Что он быстрее всех Но он ошибается Как бы быстро он не летел Темнота уже на месте И его дожидается И это я к тому Что Многие фотографы считают Что нужно работать со светом В смысле Побольше света А может быть нет Может быть вопрос в том Что наоборот Свет убирать То есть Вот то что я постоянно делаю Наверное уже за сегодня Поняли эту хитрость Этот подход Это такой мета подход Я всегда стараюсь Затащить модель Куда-нибудь Под деревья К стенкам То есть Наоборот Ограничить свет Ограничение света Это такое же Выразительное средство Как его добавление Да То есть Это экранирование Называется И оно Равноценно важно Это может быть Очень круто Вот Поэтому приходите Учиться Научимся экранировать Экранировать проще Потому что Не нужно тащить лампочки Ломать не строить Да То есть Иногда как раз Проще заэкранировать Найти какой-то угол Или место Куда свет не доходит Или доходит не до конца Или какой-то перепад света Я очень ценю перепады Именно неровный Простой свет Многие фотографы Они примитивно воспринимают Им нужен ровный свет Который точно идет С этой стороны Вот Вы видели эти примеры На схемах Где стоит модель И рядом всегда На нее направленная лампа Вот именно на нее направленная Я работаю не так Я часто направляю свет Мимо модели Если это искусственный свет Да Если доступный То же самое Вот Дорогие мои Если вы хотите Всему этому научиться Все что я сегодня рассказал Это просто разминка Потому что Очень много нюансов Конечно Я не успею Там за два часа Вот я два часа вам рассказывал По сути дела Я просто показал вам Набор инструментов То есть Я показал вам Что можно подходить Нестандартно Что можно очень круто Работать с естественным светом Что очень важна экспозиция Что очень важно Не то Как вы этот свет добавляете Как вы его скорее Отнимаете Экранируете Прячете Там Очень важно Что не видно в кадре Да Зачастую какая-нибудь стена Или что-то сбоку Можешь создать картинку Очень интересную по свету Что не надо здесь Опираться в какие-то правила И схемы А нужно действительно Это чувствовать И понимать И в принципе Работа со светом Должна исходить из кадра Из его идей Настроения съемки Это определяет Да Но делать это надо красиво Правильно Хорошо Надо научиться это делать Например Можно класть пятна на лицо И надо научиться Эти пятна на лицо Положить здорово И красиво А не плохо И уродливо Да Светит дорого Затенять дешево Именно Вот Это хорошая мысль И вот Что все это Действительно Посмотреть Освоить на практике Приходите ко мне Значит У меня 17 числа Называется Медведев Фотография Главная Курс Это замечательный курс Мой посвященный Именно основным Каким-то вещам Вот Что мы там проходим Мы проходим Там технику И настройки В том числе Кстати Почему бы и нет Но Не так как вы привыкли Конечно И как все рассказывают А так как я рассказываю Например Как настроить экран камеры Так чтобы правильно Ставить экспозицию Коррекции На месте съемки И так далее Много там нюансов Экспозиции Контраст сцены Работа с этим То есть как управлять Контрастом сцены Добиваться такого Как надо сразу Без фотошопа Без обработок При съемке Это очень важно И круто Большинство фотографов Не работают с контрастом Сцены Как есть так есть Они пытаются Из этого что-то вытянуть Вот Дальше цвета Работа с ним Очень круто Про цвет будет Во всех смыслах И сочетание цвета И физика цвета И восприятие цвета И так далее Да Лайк ставьте Можно пройти курс Только в ЧБ Конечно Только лекцию про цвет Тебе придется Все-таки снять домашку Вот Но Но это Да Рассрочка у нас есть Вот Света Работа с ним По свету Там несколько занятий Много часов практики Композиция Тоже очень важно Мы сегодня не касались композиции Но композиция Это круто Проверили Левее герои Кто смотрит С каким углом Это очень работа Посмотрите серию с девочками Как там композиция Разнообразная работа Вот Работа с людьми Поза, эмоции И прочее Съемка предметов У нас тоже будет Целая отдельная лекция Плюс еще там Материалы дополнительные То есть И съемка предметов Приходите Вот если кто Вот я вам покажу Смотрите Просто примеры Сейчас покажу Это снято на айфон 4 Давным-давно Но это хорошая работа Со светом Это снято Это предметная фотография Которая снята Комплектом оборудования Меньше 2000 рублей Это не я снимал Это очень ему снимал Роман Но суть заключается в том Что здесь используются Кусочки пенопласта Маленькие зеркала И всякая фигня И посмотрите Как это все хорошо выглядит В общем Ничего дорогого И сложного Не используют С копейки Об этом будет На лекции По предметной съемке Вот Посмотрите еще Предметные работы Как раз Да Скидка сейчас Лучше записывайтесь Сейчас Потому что Смотрите Вот можно открыть Эту ссылку Вот Фотография главная И тут все Посмотреть Это все Работа учеников Видите Тут и цвет И свет И композиция Кто-то жаловался Слишком много ЧБ Но здесь Вот это На одном старом Гелиусе ЧБ Ты пройдешь Весь курс Вообще Никаких вопросов Люди на смартфонах Проходили И единственное Что вот С цветом Нужно будет Тебе поснимать На цвет Ну постарайся Ну возьмешь Пленочку на цвет Одну Но это не проблема Все задания Можно сделать Вот И очень важно Человек в кадре У нас будет То есть мы будем Говорить о том Как раз Как позировать Эмоции Резать Не резать Конечности Что резать Как вообще Снимать человека С позами Поработаем Я умею работать С позами Наверное Вы это заметили Вот У нас будет практика Круто снятая На видео Как документальный фильм Причем практика И с искусственным светом И с доступным Все что рассказывается В лекциях Будет показано На практике Как делать Поэтому прежде чем Делать домашки Вы посмотрите практику И потом уже Сможете сделать Повторить И так далее Все мы успеем Не переживайте Я все успеваю У нас Два месяца Длится курс Каждый день Неделю Лекция Каждую неделю Обратная связь Подробная Плюс каждую неделю Вы делаете домашку Все успеете Все успевают Это публикация Учеников В разных журналах И для чего Я это вам показываю Чтобы вы увидели Что эти работы Не Они не канонические Они современные Они похожи на кино Они разнообразные Это вот не из разряда Типа по правилам То есть я не учусь Снимать по правилам Я учу вот так снимать Разнообразно Современно Свежо Так чтобы журналы Публиковали Курс Да Начинается 17 января Причем Я не просто Выставляю работу Учеников Комментарий Все эти работы Сделаны у меня На обучении То есть Во время работы Со мной Они сделаны А не отдельно В другое время Вот так вот Это важно Потому что Сам человек Может что-то снять Или после Чьих-то других курсов Но эти работы Связаны именно С моим обучением Моими заданиями С моими заданиями Они связаны Вот И при этом Они опубликованы И являются В принципе Все здесь Это работа учеников Сделана во время обучения Вот Поэтому Почему нельзя отказаться Видите Да Давайте я расскажу Да какие лекции будут Сейчас покажу Вот Можно посмотреть Вот сюда Нажать учеников И отзывы Очень хорошая кнопочка Там посмотреть Разных И аккаунта людей И отзывы Вот Это тоже полезно Тут очень Видите Разные стили Люди снимают Очень разные вещи И цветы ЧБ И документальности И репортаж И арт И заказные Всякие съемки Контент Все снимают Вот И значит Почему нельзя отказаться Все лекции обратной связи Вживую Не в записи Все основные инструменты И навыки Для любого вида съемок То есть Это действительно Самая главная фотография Все что нужно знать Все собрано В одном курсе О Закинул Супер Курс стартует с 17 Но За месяц До начала курса Вам откроется Целый курс То есть Есть подготовительный курс Как курс молодого бойца Вводные лекции Да Они записаны заранее Это много записей Там все структурировано Но Этот материал И на целый месяц Там куча Они откроются За месяц до начала То есть Еще в декабре Вы можете начать Уже смотреть Вот эти вот материалы Готовиться Разминаться Подтягивать Там есть В том числе Вводные материалы Для тех Кто абсолютно С нуля Человек не знает Что такое Выдержка И диафрагма Там тоже Есть для него Целая большая лекция Где все это Разжевано Показано И все это Будет видно Да Говорит Будем творить Кто еще идет На курс Пишите Это здорово Вот Сейчас еще расскажу Да Вот Будет практика И так далее И следующий курс Только через год Поэтому Надо идти Смотрите Вот Через 5 дней Повысится цена Поэтому Сейчас записывайтесь Пока она очень вкусная Суперская Берите обязательно Вот этот тариф Научиться С обратной связью Сразу говорю Мастерскую Можете даже не брать Я даже не говорю Видите 6 мест осталось Курс только в январе начнется Ну нет И сходите Берите мастерскую Это обратная связь От меня в прямом эфире На все домашки абсолютно То есть Что бы вы ни сделали Гарантированно проверяю Это в прямом эфире Прям Вот Доступ На 2 года Вот 2 года Все материалы у вас будут Кстати Очень важный момент Останется все То есть Все лекции будут нарезаны На главы положены Хотя они читаются вживую Вся обратная связь Останутся все домашние задания Которые прислали все ученики Их можно в системе Будет посмотреть Да Не только свои Но и чужие Значит Если вы сейчас Носите предоплату На следующий месяц Хотите повысить тариф Это конечно Можно сделать Никаких вопросов Главное Сейчас забронируйте место То есть Смотрите Вам не надо Даже в принципе Вы просто говорите Вот Сюда входите И Вводите свои данные Только не ошибитесь Что мы с вами Могли связаться Правильный телефон Правильная почта Имя И дальше Вы можете просто Например Даже сделать так Внести просто 4900 И дальше Все остальное Уже решим Можно в том числе И тариф будет изменить И все что угодно То есть вариант Забронировать место За 4900 Дальше может У нас даже Рассрочка есть Если что И так далее Вы обговорите Просто удобный вариант Можно еще Отформить рассрочку Банковскую Тинькофф Там или кто-то Можно сразу Платить курс Но главное Введите свои данные Не ошибитесь И дальше мы с вами Свяжемся Обговорим И уже Подберем удобную форму оплаты Удобный пакет И так далее То есть вы можете Можете забронировать Любой Забронировать Себе вариант Обучения Дальше его поменять Вот Дальше Да Есть нарезанные лекции В личном кабинете Вот Павел пишет Удобно смотреть И есть куча дополнительных Материалов То есть кроме Лекций основных Я все время Добавляю Даю еще Вот такую лекцию Посмотрите Вот такую лекцию Вот к этой лекции Еще есть более расширена Вот эта тема Там какая-нибудь Глава у меня есть в лекции Я даже говорю А кто хочет дальше Глубже в это провалиться Вот вам еще Заранее записанное видео Материалов там дофига То есть люди Этот курс год смотрят Потом Смотрят Пересматривают Смотрят доп.материалы И вот этих доп.материалов Будет ничуть не меньше Чем основных материалов И все это у вас Останется на два года Два года Понимаете Вот То есть спокойно Все это пройдете Посмотрите практику Домашки Еще интересный пример У нас нет жестких дедлайнов У нас есть дедлайны По домашкам Но в течение всего курса Мы проверяем все То есть Если вы допустим Сделали домашку неправильно Или не успели Вы можете потом В конце курса Ее переделать Сделать снова Сделать еще три раза Вот один раз не получилось Два не получилось И так далее Вот И вы Вы Сейчас Я тоже очень классно Разбираю Я набираю Я набираю огромное количество Кто у меня сейчас учится На курсе Сейчас напишет И не даст соврать Что по три часа У меня все обратные связи Иногда три с половиной часа И я разбираю Все работы премиума То есть пакета Мастерская И я разбираю Делаю подборку Самых лучших работ Я просматриваю Работы всех остальных Учеников На которые дает Обратную связь куратору Я оттуда выбираю Там бывает Очень неудачные работы Как пример Как не надо Я там объясняю Что там Но в основном Выбираю там Работа интересная Или классная Или где есть что-то сказать Или посоветовать Или обсудить И Нет Профессиональную камеру Вам не обязательно понадобится Можно и с телефоном пройти У нас проходили регулярно Ученики с телефонами Вот Но если вы будете Будете Вот да Валерий говорит Вранье Не три часа А четыре иногда Да Обратная связь Если вы будете Увидите Что вам не хватает телефона Вы всегда можете купить Там бушную Недорогую камеру Буквально Вот Какой-нибудь типа Sony Next За 15-20 тысяч рублей С вручным режимом Просто базовым На ней все пройти И по окончанию курса Продать ее ровно За ту сумму За которую вы купили А дальше уже выбрать себе Уже когда курс закончите Попробуйте Поэкспериментировать Сделайте намашки Уже Выберите себе Камеру Уже со знанием То есть Это даже хорошая стратегия Сперва Придите с телефоном Или с недорогой Супер камерой Супер прям Вообще базовой А потом После курса Уже с пониманием Что вам надо Купить Не потратив лишние деньги Прямо то что надо Вот Учат видеть Думать Воплощать Катерина Это наша Да Козлова Катерина Куратор Вот Все задания Можно с телефона Выполнять Это правда Да У нас Можно делать Даже Если Тормоз И А сейчас Я вас Вообще Убью То есть Как у нас Круто сделано На курсе Тоже Ни у кого Такого Нет Значит Если вы Даже не успели За два месяца Что-то сделать Курс идет Два месяца Он уже закончился Но вы не успели Что-то сделать Ну всякое бывает Там заболел У вас кто-то Уехали Вы все равно Можете доделать И загрузить Домашки Вы можете Переделать Или сделать Курсовую работу Не вовремя То есть Сделать курсовую Гораздо позже И через два месяца После Через два месяца После окончания курса Все равно Это будет допроверено Я сделаю еще Отдельный эфир Где мы посмотрим Курсовые Там и так далее То есть Допроверяются Все равно Все домашки Даже через два месяца Специально дается После окончания курса Еще два месяца Доделать Вот прям Ну вот Ну кто уж там Не может доделать Он никогда не доделает Вот То есть Поэтому у вас есть Не только шанс В любое время Сделать домашку Но еще Когда курс закончился Все равно можете Все равно можете Сделать Вот такие дела Этому Говорит Я уже обучен Ну многие так думают Есть Есть такой синдром Что поначалу У тебя кажется Что ты все знаешь Все понимаешь Все клево Но потом Когда раскрывается Чем больше начинаешь Реально узнавать Тем больше понимаешь Что ты не знаешь И не умеешь Поэтому Видеть Думать И воплощать Это мне кажется Всю жизнь можно учиться То есть Нельзя так сказать Что я уже этому обучен Вот я всю жизнь учу Учусь думать Видеть Воплощать И продолжаю Например меняется Только я фотографирую Я 25 лет уже учу фотографии Это не значит Что я не учусь сам И не развиваюсь Вот Развиваться можно все время В принципе Тут Нет Доделывать Доделывать Потому что Домашняя работа Нужна тебе самому Потому что Недостаточно Просто что-то послушать Нужно научиться Это делать Есть разница Между Ориентированием Когда ты просто представляешь Что есть что-то Знанием Когда ты знаешь И навыком Когда ты можешь Это сделать А еще есть Понятие Компетенция Когда ты не просто Можешь это делать А делаешь на таком уровне Что это востребовано Общество И тебе за это платят Так вот Моя задача Провести вас Через всю эту цепочку То есть Сориентировать Потом дать знания Перевести их в навыки Чтобы вы на практике Все это сами сделали Да У вас получилось И упаковать И оформить До уровня компетенции Когда вы будете уже Способны Ну или получать За это деньги Или как минимум Выступать на уровне Профессионалов Да Достоин Так чтобы люди Обращали внимание Смотрели ваши фотографии Восхищались Там рекомендовали вас другим Вот Поэтому нужно Доделывать все домашки Вам Домашки уже в первую очередь Вам Да А я на них даю Обратную связь Чтобы вы поняли Что правильно Что неправильно Таким образом Вы получаете Реально опыт И умение делать А еще очень важно Смотреть чужие домашки Мы всегда смотрим Кучу чужих домашек У нас нет такого Что только Я твое проверил И проверил И все Мы сидим И три часа Смотрим кучу Разных домашек Ну вы Напишите К нашим ребятам И они вам Покажут скриншот Или как кураторы Проверяют работы У меня большая Очень обратная связь Еще где я Несколько часов Все это обсуждаю Вот Марина То есть Ну оставьте заявку Просто не платите С вами свяжутся Менеджеры С ними поговорите Я конечно Прямо сейчас Не буду вам доставать Ну хорошо Кто Кто у меня учится Напишите Хорошо Кураторы проверяют Работу Или нет Очень подробно Каждому пишут А потом я еще На эфире говорю Вот дополнительно Куча всякого Для видеосъемки И видеомонтажа Курс Несомненно Подходит Потому что У меня не будет Непосредственно Про монтаж Хотя у меня даже На эту тему Есть лекция Вот Но Свет Построение кадра Даже движение камеры Мы обсудим Там даже Субъективную композицию Это можно То есть У меня учились Видеооператоры У меня учились 3D графику Делавшие люди И люди Делавшие анимацию И эти люди Делали домашки В своем То есть Они делали домашку Например из анимации Или домашку 3D графики Или домашку В виде видео Мне парень присылал Регулярно Он делал домашнее задание Именно видеоролики Вот И все домашки Так сформулированы Что в принципе Ты можешь делать их Как фото А можешь делать Как видео Например Вообще никаких проблем нет Там основные вещи Все равно все параметры Одинаковые Ну что такое видео Это 24 кадра в секунду То есть Экспозиция важна Важна Свет важен Важен Там цвета Да Да Компоновка кадра Да Только в видео Она еще может меняться Плыть Но это тоже Кстати мы об этом Там будем говорить В общем-то Вот Вот пишут Куратор Катя лучшая Каждый получает отзыв Бить не бьют Курс бомбический Откровения гарантированы Вон что пишут Катя огонь Хорошо проверяет Все расписывает Вот Очень хороший куратор Очень подробно все говорит Вообще Проверяют подробно Дают комментарии Что улучшить Поправить Мы не просто Даем обратную связь Типа ты молодец Мы всегда даем советы Если ты хочешь Ты можешь сделать второй Третий вариант домашки Поправить Улучшить И мы это проверяем То есть я говорю Это очень сильно Отличается от другого обучения Где типа Сделал все Пока Следующая лекция Вот Мы доводим людей Именно до результата И понимания Это очень важно Вот На этом курсе Да На мастерской Общишек Там я проверяю Все лично Абсолютно В прямом эфире Подробно Вот Обратная связь Отличная Вот тоже пишут В январе Я тоже сам Конечно приходите Вы не расстроитесь Вы будете рады Это вообще лучшее Что с вами может В новом году Произойти Давайте посмотрим На работу учеников С предметной фотосъемкой Потому что Мне тут сказали Что предметку Ты покажете Вот предметка Смотри Раз Предметка Два Это кстати Офигенный голландский Натюрморт Выполненный из мусора Собранного на берегу океана И чистый цвет Композиции Свет Потому что Это просто Жуткий мусор При этом Гиперреализм Называется такой стиль Очень крутая работа Да Вот например Смотрите Это посвящено Борщу Такой метафизический Борщ в платоновском мире В мире идей Концепции Там целая серия была А вот это Прям классика Классика А это Минималистичная Классика В азиатском стиле А это Интересная идея Шибари с рыбой И подвешенная Куропатка В Европе А вот вам Видите здесь Это не совсем Предметная съемка Тут есть девушка Но она как ваза С букетом Сделана Вот Все курсы Надо пройти То есть И главная Нужна И идея Оба курса Нужны Это просто Они Образно Вот А вот предметная съемка Такая в современном Мягком стиле Как сейчас модно А вот интересные эффекты Кстати Секрет Но Это Было Сделано Без фотошопа У меня было Такое задание В Куберай Где Нужно было Использовать физику Физические эффекты Для того Чтобы создать Интересную картинку Это один из лучших работ Это физический эффект То есть Прямо так Снято Какой Шатхин Это все Не Шатхин Это все Мои ученики Другие Абсолютно Баби Чувства Ну Это Александрос Голодобенков Его зовут Александрос Еще там Это разные ученики Здесь нет Бабича Стерляева Влад Тепиш И Львятина Это делали Ну Короче Это ребята Которые ученики У меня Учились Все разные Каждая фотка Это разные люди Здесь Не повторяется Вот Смотрите Какая интересная Съемка В стиле Соцреализма Дайнека Самохвал Сделано Это со своими Со своей дочкой Ее подругой Сделала Одна девушка Очень красиво Вот Фантазия у вас будет Приходите к нам На курс И Вы Фантазии нахватаетесь А потом будет Еще очень классный Курс От идеи до съемки И там вы еще Добавите Вот именно К вопросу фантазиях Придумывания И так далее А вот Классика в ЧБ С хорошим объемчиком Кстати Да Оценили объемчик уже Вот А вот под живопись Собственно До Винчи Тоже Да Про фантазию Второй курс Вот цветной свет Такой современный Вот Вот Но так не всегда Вот вы знаете Что обычно Большинство фотографов Снимают и учат Снимать вот что-то такое Вот Такое вот Вот такое Жуткий свет Вот так нельзя Так на свет делать На курсе Я вам покажу Как правильно Свет от окна делать Чтобы красиво было Вот Это все Вот эти ужасы Это Обычно все Вот так вот Вот Хорошо А ученики у меня Вот так вот Вот Как видите Разницу огромную Ну я думаю И собственно говоря Смотрите Что здесь Да Значит Еще раз О чем курс Техника и настройки Экспозиция и контраст Цвета Работа с ним Свет Там аж два занятия Композиция Работа с людьми Поза эмоций И прочее Съемка предметов Вот Дальше Стартуем 17 января Занимаемся два месяца Все лекции Обратной связи вживую Уже за месяц Вводные материалы Отдельно снятая практика С доступным искусственным светом Как документальный фильм На видео Очень подробно И плюс там фотки Которые получились Тоже без обработки Все это можно посмотреть Осталось пять дней До повышения цены Это очень важно Вот И Занятия идут Два раза в неделю В среду лекция В 19.00 В понедельник В 20.00 Обратная связь Почему обратная связь в понедельник Чтобы успели там Сделать на выходных Бывает домашки И так далее Да Значит Лекция где-то Три часа С перерывами Час 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 Ну 50 минут 50 минут Три Три с копеечками Обратная связь Тоже самое Два-три часа Бывает два Но скорее три Она обычно Разбираем все Супер подробно Просто до офигевания Все тут же нарезается Записывается Если вы вдруг не устали Не успели Поставили на паузу Можно смотреть Продолжить с паузы Перемотать там А на следующий день У вас в личном кабинете Появляется и презентация И наглавы разбитое видео И всякие дополнительные материалы И ссылки Сиди там Не хочу Все это разгребай Разбирай Потому что многие Смотрят по несколько раз Там очень много Полезной информации Вот Так что Это Правил нет Но есть неправильное Да То есть Ну неудачное Помните я сказал Что нет правил Есть удачно Или неудачно Освещённый кадр Например И вот можно обсуждать Что тут удачно А что неудачно Купила курс январский И применила баллы С марафона Повезло Да Ещё и скидочка Вот Молодец Спасибо Жду вас всех на Там будет очень здорово В январе Просто классно Как обычно Так как я читаю всё вживую Я как всегда Дополню курс Поменяю многое Появятся новые моменты В прошлый раз у меня была Вживую лекция по предметке Сейчас она будет в записи И добавится ещё кое-что То есть будет ещё на одну лекцию Больше и так далее В общем Это всё классно Всё развивается Будет ещё тоже практика Новая Которая раньше не было Там один ролик Кое-какой Как раз связанный с улицей И светом на ней Прямо на улице Плюс у меня новые бэкстейджи Вы себе посмотрите Ну я на курсе их презентую Прокомментирую Там ещё сейчас Есть бэкстейджи Которые Ну не выложены Но они есть сняты Это всё тоже будет доступно То есть можно будет Все съёмки вживую Посмотреть как я делаю Там что получается Это тоже очень удобный Полезный опыт Ну что дорогие мои Понравилось вам То что я рассказал Моя мысль сегодня была Крайне простая Я хотел до вас донести Что свет это не про схемы Не про правила А это про выразительность Да Про то Как именно подобрать Такой свет И чтобы он был красивый Конечно и хороший Который бы выражал Вот именно для конкретного кадра Его настроения Его идеи И сегодня я показал Очень много примеров И подкинул вам разные мысли Как это можно делать Через экспозицию Потемнее чем обычно Через какие-то экранировки Через какие-то блики Ещё что-то Там Каким-нибудь пролетающий свет Неровный Вот Здесь главное Чтобы вы не боялись Экспериментировать А так приходите учиться Мы узнаем Мы узнаем Как человек видит Этот цвет Воспринимает Мы всё это Потренируемся Самое главное в учёбе Что ведь Мы потренируемся То есть вы И с экспозицией разберётесь И с настройкой дисплея камеры И с разными вариантами объёма Всё придётся это сделать Потому что на всё Есть домашние задания И вы будете их делать Курсы, говорит, крутые По ним даже скучаю Поздравьте Я зашёл на Курс Поздравляю Мне сказали Что сердечко надо Давайте попробуем Давайте Тем, кто зашёл на курс Сердечко Оооо Получилось Урааа Так Вот А вот так будут шарики Смотрите, я уже сколько знаю жестов Надо будет потом ещё посмотреть Может какие-нибудь другие есть Не знаю А постучать себе по голове Что-нибудь Или нет Наверное не будет Всё, дорогие мои Очень здорово Ссылка есть Осталось 5 дней До повышения цены Поэтому берите Берите пока цена Самая низкая Самый кайф Вот Она будет повышена Сильно достаточно Это очень востребованный курс Фотография главная Так как это главное Туда все идут Все его обязательно хотят Вот Поэтому Заскакивайте Пока места не кончились И цена не поднялась Вот такие дела, дорогие Реально по курсам скучаешь Идите, не сомневайтесь Я тоже говорю Чего сомневаться Идите Никто потом Все довольны Все говорят Оп, мы получили больше, чем ожидали Потом ещё целый год разгребать Я вам столько всего надаю Можно ещё год будет саморазвиваться По инерции от этого пинка На основе Вот Три раза ужин грел Отрывался Кто скучает Повторяйте ещё раз Ну, кстати, у меня часто Ребята приходят Через пару лет Ещё раз проходят Тем более За несколько лет Меняется постепенно Материал информации Подачи Там появляются Всякие новые элементы Моменты Поэтому Года через два-три Можно ещё раз пройти Вообще здорово Просто ради домашки Поделать тусовка Тем более Когда ты делаешь Проходишь второй раз Ты уже лучше Всё круче делаешь Уже на другом уровне В общем По второму кругу Да Так приходите У нас многие По второму кругу Вот я сейчас веду Третий курс Он про коммерцию И там несколько человек Они вот пару лет назад были Два-три года И они сейчас снова пришли Там, кстати, многое изменилось Они прям такие Там кто-то вчера на лекции В чате писал Вчера лекция была Человек такой О, этого не было Этого не было Ну, теперь есть Вот Училась у многих учителей На курсах в МГУ Тоже у Александра Самая полезная Спасибо большое Я на втором круге На третий тоже пойду А, вот То есть уже на втором круге Можно и на третий Почему нет Я обещаю Вы знаете точно Что я каждый раз Что-то меняю Читаю лекции вживую Не замерзаю в записи Не бронзовую Всё развивается постепенно Видите Сейчас вот я по-новому Про свет рассказал Я так раньше не рассказывал Раньше более Дефинитивно и строго От схем каких-то А сейчас я больше Вот метафизику Расскал чувства Ощущения Показал примеры Совсем другой подход Сделал Вот Осталось Заздаться четвёртый курс Ох, ну четвёртый Будет не в этом году Ну, может Следующим будет Посмотрим Это там Он как Он на десерт Он только для тех Кто на всех трёх был Уже у меня учился Делается На разные темы По-разному Вот Иду к Александру Мы считаем Учит индивидуальность А не повторять Да, абсолютно точно Потому что вот если вы откроете И посмотрите Собственно говоря Посмотрите даже моих учеников Их работы Что они пишут Это Я абсолютно не испортил Их индивидуальность Они разные У них разные картинки Это видно по аккаунтам Даже просто Разные направления И вообще Про Вот Вы это можете легко увидеть Вот И разные цели Кто-то вот Искусство ради искусства Кто-то коммерция Наоборот Очень такая прям форматная Вот младенчики Там ещё кто-то Кто-то ещё что-то Кто-то вот звёзд там снимает То есть Абсолютно Всё То Что я Говорю Да Сама программа курса Оно универсально Нет такого Что это только для такой съёмки Или такой Для фэшна Пожалуйста Для портрета Пожалуйста Для предметки Пожалуйста Всё что я расскажу Сможете использовать В любом виде съёмки Репортаж тоже Сможете использовать Там стрит Там не знаю Арт Фотография Какая-то Публицистика Вообще Все дают базу Преста какие-то И типичные схемы А тут По-своему Можно делать и подстраивать Да Я даю понимание Я даю понимание Чтобы действительно понимали Как устроен свет И как люди воспринимают Вот Ярослав говорит На третий идёшь уже Я тебя в гриме не узнал Тут уже Я смотрю засегдаты Вот Идём Спасибо Спасибо за сердечки Всё дорогие мои На этом мы будем заканчивать Вот Значит Я ещё раз кидаю ссылку На лендинг Собственно этого курса Я вас там жду Я вам точно говорю Можете не стесняться Во-первых Сейчас эти Вообще Эти Ну эти деньги Они стали очень маленькими Всё девальвировалось И так далее И это просто Потом Вы не тяните Потому что потом Мы цену тоже постепенно поднимем Как вырастают цены на всё Да Но сейчас вы можете По цене Прошлого года Когда доллар там 50 был Да Сходить на этот курс Это офигенное вложение Вы его точно отобьёте Если вы хоть чуть-чуть Попробуете коммерчески что-то делать Вот Да Не будьте как Вася Да Не будем как Вася Будем резать с креативом В том числе И очень прорезать Я интересно расскажу Про как резать и кадрировать человека Очень интересные вещи Расскажу из соображения Там же целая отдельная лекция Про снимать людей Про позирование Вы удивитесь Такого тоже не слышали Там будет Всё это информация Моя авторская То есть Я не пересказываю Какие-то книги Или что-то Это мой 25 с лишним Там летний опыт Да Который именно Сформулирован Рассказом А не Типа я сейчас расскажу вам То что все Как бы Жаль что уже сейчас Нельзя начать Водный курс Ну извините Он открывается Это не зря Потому что Ну будет как-то странно Он сейчас начнёшь Потом ты провиснешь И потом То есть Делано всё с умом За месяц До начала курса Открывается вводный Вот За месяц Это специально так Ты как раз разогреваешься И ты в хорошей форме К началу курса уже Всё продумано Вот Значит не бойтесь С телефоном Можно прийти Начнёте с телефоном Дальше что ещё Если что Посоветуем Какую-нибудь Копеечную Совсем камеру Бэушную Вот Или возьмёте у кого-нибудь Или с телефоном Так всё и пройдёте У меня было большое количество людей У меня была девушка Которая вообще Только снимала на телефон И она сделала Очень хорошую курсовую работу Одну из лучших То есть Она была лучше Чем те Кто на камеры снимает Вот Это тоже не проблема Креативить на новогодних съёмках Ну да Почему бы и нет Так Александр даже таких как Васю любит Спасибо за теплоту Люблю Я только вот Романа какого-то забанил Но он просто Мне не нравится слово клешни Резать клешни Может он шутил Может ему досталось несправедливо Ну потом разбаню после конца Разбаню после конца стрима Вот Но это Но мне просто не понравилось это слово Оно выглядело как-то грубо Вот По отношению к нам всем Так что за месяц будет Да Next для всех И пусть никто не идёт обиженного Был на втором курсе И несмотря что Не удалось сделать курсовой срок Но даже при таком раскладе Удалось на порядок Лучше качество съёмок Круто Ура Что нужно делать Чтобы зафиксировать цену Всё очень просто Ну Оставьте заявку Внесите предоплату 4900 И всё Там нажимайте И будет Пройдите по ссылке Да И оформите заявку Вот Сейчас я прямо ссылку эту кину Вот она Где она тут Вот И это Сейчас прямо кину вам ссылочку в чат Что-то не знаю Сработает ли такая ссылка Даже интересно Да Срабатывает Наверное Прикольно Ну Короче Вот там Нажмите Вот эту Короче Принять участие И всё Введите вот здесь всю информацию Нажмите Я участвую И дальше Вот Забронировать место Завиксировать цену Тушь-тушь-тушь Там есть разные варианты Всякие Даже с иностранной карты Можно оплатить И В общем Это Всё что угодно Окей дорогие мои Всё Всем спасибо Мне кажется Было интересно У нас было тут Аж тысяча человек Вот Да Обязательно приходите На первый курс Я считаю Что любой фотограф Просто в этой стране Он этот курс должен пройти Когда-то практически Хуже не будет точно Только лучше То есть Да И у меня учились ребята И с 15-летним опытом Коммерческой фотографии И учились ребята С нуля Абсолютно С телефоном Домохозяйка Вообще с нуля И всем интересно И что-то узнают Для себя новое И пробуют Вот И какие-то навыки Получают У меня учились 15-летние С разрешения родителей Разумеется Письменного У меня учились 70 Самый Старший ученик 74 или 75 лет У меня было По-моему 75 Вот Да Причём таких людей Вот за 70 Несколько раз были Всё нормально У всех получается Сделать задание Пройти курс Всем всё понятно Никаких вопросов У меня абсолютно Универсальные лекции Всё понятно Так что давайте Да Завидую тем, кто Поедет в первый раз Ждём декабря Да Ну ничего Ничего Скоро будет Вот Предвкушение Кто не знает У меня опыт съёмки Меньше года Удивляется Насколько профессиональный Подход Потому что ты прошёл Курс От идеи До съёмки Супер Я очень рад Что Вот мне часто люди говорят Которые у меня отучились Что у них в городе Там или среди других фотограф Они становятся явлением То есть Они говорят Нифига себе ты так Вот Хотя они только начинающие Всё Отлично Всё Всех обнял Всех поцеловал Ещё раз Сердечко Давайте Сделаем И на этом Я уже натренировался Хорошо получается Всё Жду вас на курсе Это будет феерично Просто Ну Нету Разумного Разумного повода Туда не ходить Поверьте мне То есть Всем будет интересно Полезно и здорово И никто не пожалеет Наоборот Всё будут рады Что это сделали Поэтому Лучшее что с вами Может быть случиться Это вот этот вот курс Который начинается 17 января Фотография главная И свет И цвет Работа с людьми И композиция И поза И экспозиция Всё там есть Приходите Научу Супер классно Нигде За такое Короткое время Столько опыта Вы не получите Гарантирую